Ну что, я здесь, ребят? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, ребят, HomeStory Cup. Сейчас сеточку запилим и посмотрим. Там миллион логотипов каких-то на HomeStory, если честно. Сейчас я посмотрю, попробую вставить. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, вот у нас сетка. Я вижу, есть блай из наших. Так, Эпимарин-то больше что-то никого. Я не вижу, где-то Вердос говорил там Юра. Димага... А вот Вердос. Против Арта, возможно, будет. Димага в игре. Ну и кто-то еще там должен быть, не знаю кто. Сейчас я еще не все, ребятки. Но перил сюда, оказывается... Логотипчики. ЗП от ГГ, да, получаю. Ну, вы платите мне все премиумы и так далее. Поддержкой своей, отключенными отблоками. Сейчас стрим переименую. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, вот сеточку продолжаем наблюдать. Мы сейчас что-то посмотрим. Может Вердос будет играть, может Блай будет играть. по-кльпы. Продолжение следует... Продолжение следует... но вердосу арт с к 2 возможно будет процесс во втором туре очень плохой поэтому к вердосу хочу ворваться так сейчас канал нужно бы найти мне а Продолжение следует... 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 Так, ну что Вердос будет стартовать Мы здесь пока Димагу смотрим И Хэппи Марина Вердосу удачи желаю У него там пвп неплохой Продзу будет Ну и здесь в принципе у нас ТВЗ Не зеркалка Тем более два игрока из СНГ И Димага, и Хэппи Марин Так, четвертая хатка пошла Ну что, минки летят Копают Хэппи Марина одну Блин, как Димага лингов Ужасно зачастую Десять лингов просто Минус, но это может быть не с одного залпа Было, здесь минка прям под хату Копается, естественно нужно выманить Залп, что Димага И делает Так, на СК давайте нужно сетку впилить Сейчас будет, я не успел впилить Здесь третия СЦ-шка начинает добываться Уже во всю Так, сейчас я проверю Все, все нормально, все работает вроде бы как Полетел еще дробщик Двойной, кстати, по лимиту Тут и тиран неплохо здесь выглядит Так, здесь Ну да, вот баг этого интерфейса Но вот уже все не могут Пофиксить они эти интерфейсы Тут иногда нормально показывает Иногда минус показывает Вот у нас Димага пошел Тиран берет его Просто переконтроливает На ровном месте сейчас Зачем вылез Вне хрипа драл Сейчас Дима непонятно Но 2-2 грейды тем не менее Делаются У тирана вообще Есть арморь Оооо, какой втык с арморь Вот тебе уже и косяк Вот тебе уже и косяк Дичайший В итоге Димага будет 2-2 Против 1-1 Ну очень долгое время драться На самом деле Парадакшн очень большой Димаги становятся Крипа достаточно много Но я вижу, что у Димаги Уровень-то все подрастает Да и перерастает Сегодня достаточно Ну как Достойно с Хэппи отыграл Одну игру взял Других ошибок, конечно Не позволили там Сопротивляться жестко Другие Хэппи Достаточно уверенно брал Ну одну Димага вообще В хлам развалил Хэппи Вот в макро Когда не ошибался в начале Ну там Хэппи Хэлбат пуш Не делал Просто Хэлбат пуш Димага абсолютно Не готов был Получается Что так 140 141 Полимит Тут у нас Хэппи Спайр делается Ну Спайр для мутки Плюс Хэппи Нужно будет Естественно для ультрала Так Залпы минки Димага минки Взрывают Но Бэйнов Очень много на это тратим Ну здесь очень много Линго Бэйлингов Новых у Димаги Есть в принципе Так Здесь маленькие Пытаются бить Что-то крип рядом Прям есть четвертую Цэшку Тиран собирается Замечен Уже занимает ее Есть у нас дроп Летит Куан Летит Ты не понимаешь Прям сюда На 3 В центр Дропается Но это нагловато Я мягко сказал бы Сейчас Мягко Говоря Так Еще Бэйлинги Взад Вперед Катаются Третья армор У Димаги Заказан Адреналин Лингом Можно кугать Треть заказывать Ультралис Кевер Нужно уже Делать бы Желательно Но Вот опять же Я сегодня На это внимание Обращал Димага В этот раз Он газы На мэйне На второй Третий Заказал Вовремя Но на четвертый Такую макро Сразу газ Надо добавлять На четвертый Не хватает газа То есть Нужно сразу Все грейды Заказать Плюс Ультралис Кевер Но Димаги Нет На это Нет Зеркалки Любят Но Не всегда И не все Зеркалки Хороши Да и не всегда И не все Матчи В старт В принципе Хороши Вот Димага Уже смотрим Димагу Будем смотреть Дальше Собственно Говоря Против Хэппи Марина Здесь В центре Битвы Идет Пытается Сплит Хэппи Марин Сплит Есть Один Бэллинг Нормально Взорвал В итоге Мариков Димаги 3-3 Делается Ультралис Кен Но По Грэдам Димага Обгоняет По всем Параметрам В принципе Сейчас Он Обгоняет Оппонент По экономике Разве Что По общему Лимит Немного Отстает Иногда И по боевому Отстает По остальным Всем Все Замечательно Ну Вот Смотрите Контор Врыв Идет Сегодня Кстати С Хэппи Димага Очень Плохие Врывы Демонстрировал Здесь Бэллинг Пытается Докатиться Куда Он Да Мариков Докатился Мариков Помог Сгрызть Линну Сейчас Бэллинг Очень Плохо Хэппи Марин Возвращается В итоге Так Здесь У нас Наконец-то Ультралис Кеверн Уникальный Грейт Ультрала Тут Все Логично Переход В ультру Идет Димага Он Делает Это Без Муталисков Абсолютно Если Ты делаешь Без Муталисков Недостаточно Двух Спорок Нужно Везде Масс Спорки Масс Плетки Ставить На эти Все Минералы Чтоб Там 5 Спорок По Периметру 5-6 Плеточек На Каждый Бай Здесь Плетки Здесь Плетки Тоже Спорки Везде Чтоб Пушки Были Чтоб Дропы На Халяву Не Проходили Вообще Там Какие Одинарные Двойные Здесь Либераторы Тор Один Есть Гасты Пошли Био Многовато Его Нужно Разменивать Более Качественный Микс 3-3 Делает Вторая Атака Воздух Делает Судя Маги Второй Армор На Воздух Преимущество Есть Сидит Затягивает Дима Нужно Идти Убивать Ультралами Просто В лоб Ультралок Две Штучки Они Стоят Нужно Больше Попытка Сбить Дробь Не Получилась Эта Попытка Не Удалась Мариков Можно Было И не Дробь В итоге Тиран Отлетел И Отдал Медивак Здесь Вместо Того Чтобы Просто Улететь Пятая Ацц Вылетает Здесь У нас В спайре Нужно Второй Спайр Добавлять Во-первых Нужно Грейтер Спайр В этом Спайре Нужно Продолжать Третий Армор Делать И Новый Строить Для Грейтера Ну что Третий Армор На воздух Да Пошел У Демаги Сразу же Это Абсолютно Верное Решение 6700 На 3100 Вот Начинаем Сейчас Пошел На Лом Как-то Нету Пока Чувства Тайминга Что-ли Какого-то Такого Игрового То-есть Нету Экшена Демага Сидит Что-то И ждет Что-то Ну Такого В Лотвии Просто Ну Недопустимо На самом Деле Сейчас Нужно Тирана Постоянно Напрягать Потому что Нормальный Тиран Он Скопится Так Он Не даст Приваться Никак Тринни Бегают Отдаются Крипы Уже Очень Много Сюда Подходит То-есть Если Игрок Нечего Тянуть Даже Если Тебе Позволять Нужно Убивать Просто И Все Здесь Конечно Ничего Тиран Пока Сделать Особо Не Может Так Вторая Рейнжовая Там Грейдов Масс Масс Димага По крайней мере Грейды Димага Делает Полностью Абсолютно Все Караптер Караптерами Димага Летает Можно на Планетарку Сейчас Зеленочкой Полить Что Димага И пытается Сделать Пока Вычиниваются Но потом Посмотрите Разогреваются Караптеры Планетарка Не успевает Очинить Здесь Ультралы Пришли Получили Снайпер Шотов Миллиард Посмотрите Димага Вот для этого То есть Надо сидеть Чтобы потом Вот так Вот сделать Я не понимаю Смотрите Как Это называется А не Ну у Тирана Нет запаса У Димаги Запас Еще большой Но блин Это Недопустимо Вот такие Расклады На самом деле Здесь Сразу По КДшечку Атак Заказано Абсолютно Верно Все Политика Верная Эти линги Бесполезные Лимиты Вот 5600 Да поставь Уже Плеток Здесь Газа Запили Экономику Плеток Наставь Стационарно Весь Боевой Лимит В атаку Бери Ну на Такой Стадии Уже Не надо Чтоб Там Бегало Чтоб Какие-то Линги Обороняли Так Корабторы Прилетают На халяву Либераторов Начинает Минутовать Получается Снайпершотов Несколько Штук Отступает Здесь 150 Куда-то Я не знаю Куда-то Надо ломиться Что у нас По ультралам Ультралов 6 15 Корабторов Все это Здесь Где-то рядом Висит Три Армора На воздух Здесь Третья Атак Правда Делается Грейжены У нас Очень Либератором Воздух Так Димак Залетает С другого Направления Опять Заходит В Либераторов Нужно Врываться Корабторы Как-то Криво Заходит Гастам Подходит Ультралос Снайпершотов Пару Был избит Все Либераторы Падают Сплита Корабторов Нету Но посмотрите Как Третья Армор Решает Сильно По Минкам Максимальный Сплэт Димак Сейчас Получает Максимальнейший Не просто Максимальный Максимальнейший Просто Жесть Как Отдавался Сейчас Корабторы Просто Ну вот Элементарные Фронты Все Здесь Микс Очень Жесткий Копится Гасты 3-3 Плюс Бил Плюс Техника Добавляется Правда Техника Абсолютно Без Грейдов Наземная По крайней Мере Это Полная Дичь Носа Так Опять Планируется Линги Пришли Ультралы Еще В Заказе Уверсиры Подлетают Запас Димаги Гигантский Газ Здесь Как Не Был Раскачан Так И Не Раскачан Затормозился В Развитии Да Не Минералы Газ Надо Здесь И Здесь Добывать Все Чтобы Баланс Был Пока Димага Не Справляется Здесь Лингами Можно Не На Планетарку Вламываться А На Муви Вот Сюда Прыгать Через Все Здания На Пофиг Пробегать И Все Здесь У нас Три Атаки На Воздухе Корабли Отдаются Нужно Куда Вламываться Димага Видишь Здесь Планетарки Нет Он На Муви Лингами Пробежал Да И Все Пошел На Лом Очередной Врывается В Либерат Врывается Ультра Врываются Линги Планетарк На Планетарку Агрятся В итоге Все Очень Криво Ну Целенаправленно Сюда Надо Заводить Юнитов Конечно Опять Димаг Надавался Опять Заказывал Что же Здесь Дичь То Вообще Так Гасты Вылезли Слишком Вперед Димага Чувствует Это Лезет Вперед Сам Гастов Накидываются Ультралы Гастов Тирану Ни в коем Случай Терять Не нужно Было Это Ценейший Лимит Просто Но Он Всех И не Потерял Во-первых Во-вторых Здесь Отдается Просто Ультра Все Линги Накидываются Линги Сверхгрейж Здесь Но Гасты Их Просто Изничтожают Сейчас Сбивают Караптер Убивается На пофиг Даже Под Гастами Хотя Дэмэдж От Гастов Неславый Караптер Очень Даже Получает Все Заказа Больше Нет У Тирана Фактически Здесь Так Либератора Демага Пытается Выбить Еще Одного Либератора Выбивает 96 168 Только Невероятными Усилиями И сливами Гигантскими Меска Потерям Демаги Больше Демага Сможет Победить В таком Замесе Хотя Зерги Сейчас Умеют Нормально Драться С Тиранами Более Менее Конечно На такого Стационарного Очень Тяжело Лезть Но Пытается КСМ Клинга Запилить КСМ Клинга В 3-3 Очень Слабенько Пилит Как вы Можете Понять ССШ Пытается Сесть Сесть Линги Не дает Сверху Хараптера Пытается Напрягать Здесь Минус Линги Мясо Разваливают Био Юнит Тирановские Там И маленькие Мародеры И Гасты Есть Все В итоге Демага Вылетает И ТБ Линги Но Брудов Можно Впилить По воздуху Чисто Так Ультралы Подходят Линги Сколько Вообще В этой Игре 332 Линга 16 Ультралов 2.4 Караптера Было Уничтожено Так Демага Пробивает Камень Через Верх Хочет Зайти Похоже На То Да Заходят Через Верх Но Не В Семь Частью Ультралов Только Через Верх Заходит Частью Заходит С основного Направления Насколько Я вижу Да Пошел Налом На Дальнюю базу На Планетарку Да Линга Все правильно Под Либератор Нужно Вести Беллинги Вкатываются Планетарка Падает Сминая Димаг Здесь все 98 Лимит На 200 Но Все-таки Дожал Наконец Так Похоже Дима Пошел В забегание Наверх Пошло Караптеров Выбивает Либератор Либераторов Караптера Выбивает Прошу прощения Ультрал И Гастам Похуд Беллинги Пытаются Вкатиться В Гастов Докатываются Нет Докатываются Пока Только До Мариков Но Один Ультрал До Гастов Дошел И снайпер Шот Не дает Кинуть ГГ 1-0 Я так понимаю Димага Блай В игре Там Ну что Раз Димагу Начали смотреть Димагу И будем Дальше Смотреть Димага 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 Семь 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 Готов Семь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Улучшение завершено Ну что, храм во льдах карты Что-то я тут не продакшен, ничего не поставил DimaTorzok 1.0 ведет Вторая хатка готова Так, ну что, Reaper тут неплохо разваливают, сейчас летают Happy Marine Reaper комп Хараст рабочих Минус, минус, дрон сейчас DimaTorzok никак, не окружить не может ничего с Reaper сделать Он все летает, летает, гранат кидает По поводу банки Использую для DimaTorzok Банку вы можете выходить почаще на мой стрим И DimaTorzok Димон постоянно сидит в чатике и смотрит с нами StarCraft Корейский, либо какой-то еще И узнать это Я честно говоря, вот насчет банки Я не знаю, если честно Но я думаю, без банки жизни вообще не так Как бы поэтому Даже без StarCraft банка будет решать А со StarCraft тем более Так, лингами DimaTorzok забегает Пытается Мариков отгрызть здесь Загрыз двух Мариков, вообще неплохо И убежал еще Посмотри, как это вообще? Как это? Посмотрите Я вообще прибегаю Пять лингов Два гиллиона, два Марика Линги сгрызают двух Мариков Теряется один И они убегают Или два линга потеряло сейчас Нет, два линга погибло Ну даже два Почему сразу не играть мех тирана? Потому что если сразу ты будешь играть мех тирана То ты будешь пассивен Плюс невозможно одновременно мех с гастами добавить Плюс если играть через био То био очень неплохо саппортит И у гастов 3-3 есть Единственное, что если жесткая макро То можно гораздо активнее мех начинать добавлять А какой мех-то просто? Тут нам еще тоже вопрос Какой мех? Сейчас на мех еще три грейда надо делать На наземные, на воздушные Разные атаки Короче, тут Еще будет дорабатываться Все будет улучшаться Улучшаться билды во втором Старкрафте Глот Так, здесь бараки добавляются Так, что либератор раскладывается Так, здесь мы берем Ну чё, как тут криво, конечно, летает Happy Marine Либератором своём, но вроде как улетел. Но по лимиту, по ситуации экономической у демаги всё нормально. Зачем-то, зачем он сюда раскладывался? А, случайно, наверное, Овер просто хотел сейчас сбить вот тут. Не сбил Овер, Овер уходит. Но сейчас Королева придёт на Крип, и Либератора, скорее всего, убьёт. Она пришла Овер по направлению к лети. Сейчас вот до Крипа буквально чуть-чуть осталось. Здесь на три удара Либератору, причём КП. Даже на два получается, что ли. Видите, девять? Да, девять. О, на два удара там было. Ну, сконтролил Happy Marine, Либератора увёл, но демагов прикрыл, зато Овера своего в любом случае был прав. Парабан на четверть плюс и 60-45, грубо говоря, сейчас 59, если быть точным. 1-1 готово, 2-2, но уже демаги заказывают. Да здесь всего с одной инженерки тиран делает. Всё это двухбазовая какая-то тайминга. Ну, это такой не ахти тайминг-то, я бы сказал. У демаги всё замечательно здесь просто. 2-2 нужно делать. Лейер есть, с мукбеллингом пошёл, да. Если с мукбеллингом заделать, вообще всё замечательно будет. Ну, до 2-2, конечно, демаги не доживёт, если против такого выхода тирана. Но 1-1 против 1-0 и так грейды лучше уже. Что за банка? Акилуев. Сразу видно, не шаришь в демаги. Демага и банка это связано очень сильно. Ну что, здесь врыв идёт, 4 танка залетают, дропаются, атакуют криптуморы. Сейчас криптуморы разваливаются. 128 тиран, 130 демаги, на 20 лимит демаги меньше, потому что на 20 с лишним рабочих больше. Здесь забегание в спину лингами идёт, кстати говоря, из двух сторон. Можно принимать сейчас будет, на самом деле. Так, врыв пошёл, да, пошёл врыв. Сзади линги подбегают, но не совсем в тайминг они, по-моему, подбегают. Хотя, в принципе, в принципе нормальный тайминг у них прибытие. Но расконтроливают тут хэппи-марин, бейлингов у демаги не остаётся. И демага-то разваливается. Видите, какой врыв получается жёсткий. Грейты 1-1 даже демагу не спасают. Бейлинги так, бейлинги на муве сейчас уже в лингах. В линге хорошо у мариков рываются. Самое главное, тирана было со стационарных позиций прогнать, что демага сейчас делал. И всё, теперь тиран поплывёт, точно. Потому что ему нужно делать новый выход, и это будет очень тяжко. Если бы он просто здесь закрепился, прирост подводил бы, то было бы очень тяжело демаге облить. Но он отогнал, и всё в порядке. Так, ну что тут бейны закатываются у нас? Забегая демага... ой, грейды 2-2. Как дрызёт. Здесь 1-0 всего. Ой, шмарики. Даже не 1-1. 2-2. Бейлинги и линги просто унижают землю всю тирану. Это 2-0 в пользу демаги. Он идёт дальше. Посмотрим, на кого посетку упадётся. Бабль día, notable там приезжай. Твёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёр вёл... так да это фигня там был конкурс я не сильно заморачивался после этого конкурса на условных единицах я там просто сотки поднял 3 или 4 сотки но это уже было потом ну а там как-то так вообще я такие всякие темы не люблю я в принципе азартными играми не занимаюсь никому не рекомендую но коль сотрудничаю с китбетом и люди ставят от этого никуда не деться это никогда не исчезнет в мире пусть хотя бы Старкрафту будет польза китбет экспонсирует турниры да и мне лишняя поддержка не помешает поэтому если будете делать через черную кнопочку на Бобролигу у нас следующая с 1 и 4 я думаю там ставочки будут чем Димаг занимался до возвращения в СК2 хороший вопрос чем занимался женился отдыхал видимо так-то Димага по заработкам с призовых самый топовый в СНГ до сих пор игрок ну что проверяем где у нас кто так Блай ждет у нас оппонент своего в третьем туре уже у Димаги есть ли оппонент я не знаю пока да фотрос какой-то у Димаги дальше значит за Димагой проследуем у Вердоса тоже оппонент скоро будет Димага с Вердосом возможно в четвертом туре встретится если если победит у Вердоса все tools пол Так, на ликвипедии А, на ликвипедии Сро 16 только попадется С первой квалификации Так, с первой квалификации пройдутся Второй 3, я так понимаю 6 от Европы квалификации Так, корейская квали уже Так, 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 очень интересно От Кореи, кстати говоря Только один игрок будет Это Трум будет представлять Ну, кстати, тут самых топов не участвовало Сулки, Тру Кин, Топ Самых топовых игроков не участвовало Может им нельзя, я не знаю Здесь квалификации еще не было Пока Плюс он А, еще инвайты будут, ну ясно Ну, таких корейцев явно на полмсторе заинвайтят Вот Короче, ждем пока сетка там появится Ну что, Дима говорит, хавать попросил 5 минут оппонента его будет кушать Желаю побыстрее покушать Сейчас я отвлекусь тоже Домой позвоню Там Даша говорит, Маша приболела Сегодня Простудилась и плохо себя чувствует Нужно узнать, как дела мне Прошу прощения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Так, я здесь На автоматах хляма Слил Бывает и такое Бывает и такое Бывало Ну все, ребят, вроде Маша более-менее себя чувствует Только сопли Так, а, это не то Все, понял Там Коу с Алексом что-то играют Они какую-то дичь 4 на 4 Но если бы я не стримил, я бы, наверное, поиграл бы, может быть Даже бы Но я сейчас занят, к сожалению Так, всех приветствую Серк 7 Reel Спасибо за премиум Тебе подписку Да, пока что-то С премиуми, с доходами каждый месяц Начиная от Нового года Все печальнее и печальнее Но весна, конечно, самое мертвое Такое время всегда было Хотя май по турнирам должен выдаться просто дичайший Но я уже хочу отдохнуть в деревню и съездить И все никак не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят? Что-то у DimaTorzok пока, походу, оппонент не появилось Спасибо, Сергей 3 Давайте сетку посмотрим Еще пока делать нечего Сидим что-то Так Димага ожидает Запрыгиваю к димаге Ну что, смотрим Блайк в третьем туре Очень много игроков участвует Очень много сильных Есть за кем послить Хейб Прага не играет Водимага с фо-тросом будет биться Эвердос идет по нижней части сетки И сюда Привет, Ботман из К2 Всем привет, ребят, кто недавно пришел Ну, не знаю, я хотел сегодня, конечно, отдохнуть Прогуляться Но Нет, завтра Даша с Машей поедут к бабушке В Печоро И Маша приболела Поэтому я не буду никуда прогуливаться Постремлю здесь по максимуму И пойду домой Вот Ну, насколько по максимуму Посмотрим То есть, до того, как наши оппоненты будут живы Видимо И может еще больше А от сортов вообще Спасибо 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 Пользователь Пашкен активировал премиум на ваш канал Спасибо, Пашкен Так, поехали Ну что, поехали Оказалось, что у Димаги Фотрос это вообще сортов А сортов это очень сильный игрок на самом деле Но у Димаги неплохое ЗВЗ Он уже многих очень сильных игроков наказывал В ЗВЗ на Home Story Точнее на GoFUSK, по-моему, еще где-то это происходило Сортов будет тяжело, наверное, выиграть Но у нас и лузера есть сегодня Так, Блайс Оптимус он будет биться Так, а дальше там Ботвинник будет у Блая Вот уже если пройдет Оптимуса Будем Блая врываться Пытаться А дальше уже так Там Лилу уйдет по сетке Блая, кстати говоря Я говорю, как все-таки никнейм А то, что сортов, я как бы вижу Как бы никнейм написан Как бы Спасибо за информацию Ну что, поехали, ребятки Димага сортовчик ЗВЗНчик 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 ЗВЗНсят Так, выбрали, первый день загружаю, осталось там 40 минут до того, как загрузится на YouTube, потом начнется обработка, соответственно. Так, неужели у зерга задержка 3 минуты стоит? А нет, от зерга. Нет, все равно 2,5, все равно. А не вру, 3, 3, даже соврал я 2,45, уже только загрузилось. Короче, у него 2,45 выставлено, все равно на 15 секунд меньше нужно поставить, ну ладно. Или даже у меня просто стрим прогрузился, позже на 2,30 может быть даже там действительно стоит, ну ладно. Не люблю я киперцов, ну да что, не суть вопроса. Сортов камни грызет, Димаг пока ничего не грызет. Димаг видеть, что сортов грызет, сам тоже решил прогрыть на всякий случай. Так, а мне какую-то кошку Алиса зовут. Так, и у Димаги, кстати говоря, кстати говоря, обратите внимание, что происходит. У Димаги лейрок очень ранний. И я так полагаю, что это могут быть вообще муталиски от Димаги ранние. И, кстати, это очень интересный был бы вариант. Почему? Потому что Спайер уже сейчас пойдет, если Димага сразу закажет, там Роуч Ворон, и можно успеть наштамповать экономику, и Трихата сразу, то есть можно газ добавить везде, успеть сейчас. И муты просто масс-масс-масс будет вообще. Да, и Спайер пошел, и газа уже добавились, и на третий можно газ добавлять сейчас. И я вообще-то уверен, что тайминг Спайера таков, что если захочет пойти вперед, сейчас агрессивничать сортов, он может не успеть. Ну, кстати, камни не добил, то есть у него, так, только одни камни пробиты. И Димаги пару путлингов, он мог бы все планы нарушить сортов и сейчас. Блин, ну Димага камни не допробил все-таки. Ну, будет сортов вперед идти? Я что-то сомневаюсь. Сортов пока вперед не собирается выдвигаться, насколько я вижу. Димага Овера теряет. Пять Роучи вижу от сортов и заказанных. Так надо тогда здесь газ запиливать, если мутка будет, Дима. Почему газа нету на третьей базе? Это масс-мута должна быть вообще. Парабам, плюсе по всему, в плюсе. Ну, муталис, как просто такой дикий пуш, а сортов будет мало мутки, чтобы принять просто. Вот в чем проблема заключается. Так, 20 секунд до шпиля. Сортов уже вперед выдвигается. Камень, кстати, свой не пробил. Я вот не учел этот момент, нужно было вот с этими камнями что-то сделать. Так, 14 лингов Димага строит. Все, муталисков 4. Вот, пожалуйста. Саплай блок не вовремя. Ни хрена не вовремя. Нужно плетки заказывать, Димага, строй плетки быстрее. Плёточки пошли. На третий газ не добывается. Лингов много, плеток нужно больше. Нужно мутки заказывать, сейчас еще больше, иначе печаль будет. Так, камни реванжеры здесь у сортов плетки вместе. Димага заказывал, сейчас еще фаербула на все одновременно эти плетки пойдут. От фаербулов у овера ныкает сейчас. Полетела мутка вперед, начинает убивать. Каломс поддержал ваш канал на сумму 3000 рублей ровно. Долгожданный топ-1. Спасибо, Ки-юк. Ну да, по идее, должен быть топ-1 у тебя. Ну что, кажется, Димага здесь отбивается. Вопрос, какой дэмэдж экономики будет. Дэмэдж экономики определенно будет, но муталисков уже около десяточки штук. Да, 10 муталисков, и они хорошо справляются с убийством этих юнитов. Но что-то тортов по всем направлениям врывается. Но Димага на мэй не отбивается. Например, королевки падают. Здесь на второй базе пока все увел. Лингов-то... Так, дронами Лингов можно было бы убить. Так, Лингов дронами убивает. На третью базу Линги побежали. Третью хату можно было бы тоже отбить. Сейчас 32-50 парабам. Сортов там спорки ставят везде. Нужно Лингов димага заказать. Что-то как-то не так. Спасибо, Ти-Ки, еще раз за поддержку. Очень приятно. Серьезно сегодня. День что-то тут пытается сортов хату убить. Ну как, Дима, ты хату-то все отдал. Да, блин, 10 мутали с Кокталима стали отдавать. Такая ситуация была замечательная. Ну, блин, ну что за дела? Я очень расстроен. День что-то. Ну что, демаг контратакую, всё здесь поменял, перебилил. Ну, боюсь, что здесь уже печально, 67 минус 101. Ну вот всё замечательно сделал, всё хорошо сделал демага, но дэмэдж слишком большой в итоге получает он от тех урывов всех. Муталисков 14 штук есть, но, блин, 13 муталисков начинается. Переводятся дроны. А так как с уртов, кстати, очень грамотно поступил, а демага не совсем грамотно поступил. То есть с уртов камни не добил, а демага свои камни завалил. В итоге это привело к тому, что демага не мог убить эти камни, и он не видел вообще выхода оппонента, потому что овер был сбит. Это пуш неожиданно к нему пришёл. То есть, соответственно, если бы демага просто камни свои не выбивал, он пришёл бы, мог бы завалить камни, например, с уртову и свои, и тогда бы пуш намного позже бы пришёл. Ну, это, конечно, такое предвидеть тяжело, но у уртова поздний лейр был. Кстати, пуш-то такой беззубый был вообще, в принципе, вот роучи, роучи, реладжерами. Не такой уж там прям крутой был. Плюс плётки демага здесь кучи запилил, что там на две сразу попадали эти фаерболы. Очень много кофеков было от демаги. В итоге по лимиту так, по лимиту сильно проседает, здесь камни убиты. Муталисков новых демаг добавил, здесь очень много королев будет. Если пуш, то будет с королевами пуш, естественно. Вот, демаги нужно сделать что сейчас? Демаги нужно максимум усилия приложить, чтобы успеть выйти в люру. Люру он пытается люркердена строить сейчас. Если он с люрой каким-то чудом отобьется, у него есть шансы минимальные. Ну, ой, двенадцать инфесторов, ребята. Две-на-цать. Две-на-цать. А-цать двенадцать инфесторов просто. Вот, ну а всех за поддержку ещё раз благодарю. Окей. Тебя, и бэк якобы тебя тоже. Ты уже давно с утра был. Да и всех-всех-всех спасибо большое. Пашкен поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Здорово, пани и чатик. Желаю, чтобы кровавые и зрелищные бои не затихали в старике, вне зависимости от сезона и погоды за окном. Спасибо тебе, Пашкен. Ну, кровавое звучит как-то кровожадно. Пусть будут они мясные. А кровь виртуальной, да. Пусть будет, да ладно, кровавая. Зелёная кислотная кровь из реводжеров выливается. Идёт вперёд сейчас. С ордов. Димак пытается мутку... Ой, не мутку, люру отстроить. Четыре люркера уже запилено. Ну, уже на рамку, походу, вывести не успеет. Спасибо ещё раз всем за поддержку. Ещё люркер забинули. Четыре люркера, здесь штук восемь бы хотя бы было бы получше. Так, фаербулла по мутку впадает. Люра копается сейчас. Ну, далековато копается люра. Ну что? А есть лейл вообще у Сорт Опа? Конечно, есть. Есть инфестор. О чём я говорю? Чё-то я фигню какую-то заражу. Сорт Опа уже хайф пошёл. Так, люра перекап на хайграунд. Есть оверсир. Оверсиров нужно выбивать димаги сейчас. Ну вот, пожалуйста. Ну добей ты до фокуси, ёпара СТ. Нет, не добил, не дофокусил. Спасибо всем ещё за поддержку, Пашкент тебе. Блин, а так казалось, что по-другому будет начинаться. Ну, тут люркеры все в куче и Микос ещё на них заходит. Нет, тут слишком много сортов и слишком мало димаги. Сорт Опа мясной очень. Я говорю, 10 люркеров было бы. Здесь можно было бы. Но 10. Я многого хочу. Не смог димаги 10 отстроить, к сожалению. Для игры. Ну, Сорт Опа возможно на Вердоса попадёт. А для Вердоса это на самом Сорт Опа, мне кажется, это смерть для Вердоса. Потому что силён. Так, Блайн начал биться уже там с оппонентом, со своим. Заходим к димаге. Вердоса в Коевской зоне. Вердоса в Коевской зоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мясные как-то кулинарно... Ну вот как-то кулинарно и должно быть на самом деле. Димага идет вперед сейчас. Здесь через мух начинается эти сортов как-то. Димага прям в наглую через оверы, кстати, вперед двигается. Ну не нагловато ли Димага сейчас вот так вот прям лингами вперед идет. Кстати, до королевы это врыв, это очень ранний бейлингбаз со стороны Димаги. Отменяет хатку Димага оппонентцу. Ну что, бейлингов-то будет он запиливать, нет? Сортов газ заказываю. Димага отменяет газ. Бейлинги две штучки готовы, нужно врываться на хайграунд уже. Так, еще раз газ сортов пилят. Ты заходил же на ХГ. Дима заходит на ХГ. Бейлинги врываются, королева окружена. Рабочих взорвался очень жестко. Гэ пишет сортов Димага один-один. Хорош, Димчик. Молодец вообще. Сортов он на равных, это сильно на самом деле. Но Димаг говорил, что у него самые большие проблемы с процессами в Старкрафте. Пока что. В лотве. Это было видно по шоу-матчу с Вердосом. Заходим в игру. Все, что сегодня в Бролиге не отыграли, будет отыграно завтра в итоге. То есть 2 и 2 игры одной-восьмой и все остальное. Одну четвертую сегодня один матч отыграли. Стрэндж прошел уже в полуфинал. В части сетки Хэппи он находится. Там Бистик Блэк Темплар еще победитель с Хэппи будет биться. Ну, нижняя часть сетки. Стрэндж... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, королевка пошла сейчас И здесь королевка Все стандартно Здесь тоже самое абсолютно А, ну здесь хата единственная Димага в кармане хату ставит Сортов на Здесь на лоу-граунде поставил Вот единственная, собственно, разница Прилетает Сортов Увидится, что сейчас хаты нет Может перепугаться он Так, и Бэллентнест Сортов Димаг пока Бэллентнест не пилит Не спеши с Бэллентнест Третья хатка пошла Димаг наглеет Немножко здесь искал Но Бэллентнест все равно Нужно ставить, обязательно ставить Будет Бэллентнест Или Роуч Ворон Димага Я не понимаю, что Димага Пытается здесь сделать Нужно уже, если не хочет Он затерпеть Бэллентнест на второй пошел Линги забегают, королева встречает лингов Куснуть одного-то можно Вот этого было Не куснул Где здесь-то королева Вот она встречает Раз, два, минус два линга Бэллентнест не спалил Сортов Димагину Но он строит лейер достаточно ранний Уж не Нидус ли это будет Может Сортов решил Нидуснуть Димагу, но на самом деле Нидусить зерк на зерк это так себе затея Димага 16 лингов сейчас дозаказывать Кстати, лингов много будет Может вообще Бэллентбас какой-то жесткий провести Так 16 лингов бегут вперед Димага продолжает строить рабочих Что у Сортов вообще? У Сортова один Бэллинг там по-моему Нет, два Бэллинга Сейчас сделают Димаги один в ответку есть Здесь плетчика две королевы Да можно ворваться нормально на самом деле Так, заходит Дима Нужно развести на Бэллингов сейчас бы Так, Сортов отфокусил Так, здесь Димага выделяет лингов Да на мейн ворваться, а что бояться-то я не понимаю Ворвайся Димага на мейн Димаг вырывается на мейн Просто на халяву сейчас мимо Бэллинга Нидус, Лэйр точнее можно спалить Не Нидус, конечно Нидусов никаких и нету Принимает бой с лингами Димага с оппонента просто Лэйр спалил Так, Бэллингов подразвел здесь Лингов покусал Лэйр не спалил Дима, ё-моё, Лэйр спали, пожалуйста Так, здесь Бэллинг взорвался Можно было лучше расконтролить Лэйр нужно спалить обязательно Без спали Без спаленного Лэйра будет печально Ну куда ты, Дима, ё-про СТ не Лэйр Ничего не увидел А, ну у него спайр у самого пошёл Чё я так переживаю-то Лэйр хоть позже, но спайр пошёл И третья хатка есть По всем параметрам Димага реально в плюсе У него хата раньше, всё раньше Просто строим рабочих И всё замечательно будет Димага 7 дронов заказывает, молодец Здесь Лингами Лингов гоняют Причём мимо плётки мимо всего пробегают Сейчас ещё дрончик будет уничтожен Газ с добычу сбивает немножко сейчас Так, скрыз дрона нужно Так, так, так Здесь заставляют кататься Всё абсолютно верно делает Димага сейчас Газ нужно на мэни запиливать На второй газ нужно запиливать На третий, точнее, прошу прощения Лингами нужно свалить сейчас Димаги Здесь два бэйлинга дома есть Всё замечательно вообще Всем привет, ребята Недавно подошёл У меня всё в порядке Руставели Вот, немножечко Маша приболела сегодня Ну а у меня всё хорошо На стриме всё хорошо Немножечко были задержки с Вобролигой Которая запись сейчас заливается На самом деле И скоро будет доступна уже Газ Димага везде Начал добывать По газу абсолютно в плюсе Он точно будет сейчас против Сортофа Но главное Со временем как-то не отстать Что, где мутались? Так, у Сортофа атака У Димаги арморы Мутку надо сейчас пилить Побыстрее На третью хату рабочих, как я вижу, выезжает Здесь Димага на изичах Сортофа грызёт просто И хатку собирается впилить сейчас Грейт у Димаги более крутой заказ Это точно я могу утверждать сейчас Оверов есть где выбить Сортофовских Здесь ещё и Версир один висит Сортоф пытается свалить Нужно ловить Оверов обязательно Хотя бы вот этого поймать Уже Димага два вот этих точно потеряет Я так понимаю Где мутальский-то Димаг? Всё, полетели вперёд Так, Сортоф сам убивает Димаги Оверов То есть его хочет прикрыть, я так понимаю, да? Так, нужно прикрывать Димаги своего Овера Но ему не прикрыть Но он всё равно в плюсе по элементу Причём в очень хорошем плюсе В ответку Сортоф пытается демаж нанести Особо не нанести Но четвёртую хату уже Димага ставит Это из плюсов, безусловно Два Овера заказывать По мутке ситуация какая Одиннадцать в одиннадцать Бояться нечего Димаги здесь абсолютно Сортофа По мутальскому он сравнялся А то и опережает какие-то моменты Так, здесь газ пилен Отменяет Сортоф газ сразу Вот ближний надо было пилить Димаг здесь тупанул немножечко Так, спорок нет нигде Залёт на мейн идёт Да, здесь муталиски Овера Вот наглеет Сортоф Димага что-то боится А его больше здесь Его реально больше Сортофу нужно отгонять Здесь бы желательно атаку Сразу после армора заказать Чтобы грейдам вообще не проседать Ну четвёртая раньше это безусловный плюс То есть сейчас четвёртая начнёт качаться И димаги будет вообще много Ну что, дроны переводятся На четвёртый начнётся сейчас добыча На одном газе На втором начнётся Так, димага вылетает вперёд Всё, Сортоф заказывает армор А у димаги то У димаги то уже есть здесь только атака Армор то выгодней дружочек Чем атака Залетает димага Здесь есть плеточка Спорочка точнее Так, налом на спорку отменяется Лингами пытается развести Развести не получается Есть здесь халявный овер И димага минус раз овер Минус два овер На халявку Лингов заводят на хайграунд Сюда Здесь спорок нету Сортофу Кстати, надо принимать бой Чё по муталескам вообще Димаги больше 20-19 его польз Здесь есть королева Нужно уйти на самом деле Да, под королевами драться не стоит Но на развороте Сортофу можно На наглости на его принять На вылете на его наглом Вперёд Линге принимает бой 16-14 По мутке У димаги-то муталесков часть дома Там в приросте Где-то находится И в итоге Димага наотдавался Блин, муталесков отдал Был в плюсе По муте стал в итоге не в плюсе Но у него четвёртый Газ уже давно добывается У него по газу преимущество есть определённо Здесь минус 2 Уверсиров летает Соплай-блоки Сортофу всякие делает Ещё 8 муталесков Так, это Сортофу 8 У димаги 5 заказано Сейчас нужно отрегенить мутку Нужно лингов просто готовить к забеганию Я бы на месте димаги Ещё вот очень многие зерги На какой стати эволюшн добавляют Какой-нибудь арморчик Либо когать лингов Чтобы преимущество по грейдам У лингов было бы хорошее Так, здесь лингов димага принимает Хорошо, пятую хату ставит После атаки второй армор сразу Морлодец димага Идеальный заказ грейдов Сейчас идёт Здесь у нас что? Здесь ни хрена пока не заказано У Сортофа Ну, грейды 1 в 1 практически доделывают Сейчас Всё, у димаги второй армор пошёл А у Сортофа Ничего не пошло в шпиле сейчас То есть на перспективе На дистанции димага опережает Сортофу В плане грейдов Это очень важный момент И сейчас грейды равны Абсолютно Ну вот Меня беспокоит Что димага экономит на спорках Спорки они что дают? Если ты где-то завтыкал И к тебе мутка на халяву прорвалась Они сами всё там отобьют просто И ты успеешь среагировать Прилететь спокойно абсолютно Подтягивает димага лингов по всем направлениям Ну что, 6 муталис всё строится Четвёртая база дима уводит на пятую базу дронов Это газ уже Добыча намечается здесь вовсю Один газ начал добываться тремя Второй газ начал добываться тремя Один дрончик ещё пришёл зачем-то Что-то спорка, плётка какую-то хочет димага запилить Не знаю, плётку строит Так, у сортофа заказы тоже грейды Димага вылетает вперёд Принимает бой с сортофом Сортоф обнаглел тут немножечко я вам скажу Димага разваливает его в мясо Линги вперёд выдвигаются Королева здесь есть Но сортофа молодец Он спорок строит много Так, муталиски наламываются Вне спорки сейчас они наламываются Димага отлетает назад немножко лингами Пытается ворваться внутрь Там инфестор уже Инфестор и Микос выкидывает Сколько там инфесторов вообще у сортофа Не знаю сколько инфесторов Но димага в лоб приходит И просто сносит по-моему Нет? По муталискам что? По муталискам 26-24 Нет, не сносит димага ничего в лоб Нужно аккуратнее быть Не надо так отдаваться ни в коем случае По грейдам блюдет-будет Плюсик уж димага абсолютно точно очень скоро И нужно аккуратнее ему быть Не надо мутку давать в таких Мешных количествах Вот, 14-20 по муталискам Сортоф плюсик У димаги 11 муталей заказано Нужно отступить просто назад В итоге вот есть тайминг второго армора Но мутки нету у димаги Мутки нету Но зато пятая база добывается Кажется сортоф решил вперед Побежать лингами Что он сможет сделать? Я сомневаюсь что он сможет Много дэмэжа нанести Сортоф вот посмотрите Логичный свитч в лингов Грейды делает сейчас Есть линги бегут отбиваться Плёточка спасает Муталисками сортоф развести Куда ты лингов то дима Ну что за эвки то ё-моё Как меня бесит Вот это Ну вот эв надо поменьше Пользовать Муталисков Нужно контролить Без эвок Стараться Так Здесь лингами принял Лингов сортоф Грейды У димаги Два армора атака У муталисков здесь две атаки Армор Ну блин под спорками Все равно некуда наломиться Димаги просто напросто И у димаги правда уже А ну здесь тоже ультралискевер С грейдами А у димаги то без грейдов Ультралискевер Это очень печально А чё по муталискам По муталискам 27-27 Но димага трёх вайперов Добавляют Сортофа один вайпер Запилен сейчас Ну вот отпустил Отпустил на самом деле Преимущество как всё дима Сейчас Мог бы и получше действовать Ну всегда можно получше действовать Но не всегда получается Коготь у димаги пошёл А где эволюшн то ещё Ну по грейдам ультралисков Сейчас проседает Димага очень сильно Там уже 200 у сортов Ультралиски вперёд летят У димаги нету 200 Вайперы будут везде накидывать Суров там третью воздушную атаку Димага вторую Адреналинчики всякие там делают С ультралисками Армор Но Димага где грейды На ультрала больше нужно грейдов Дима больше Второй эволюшн Где по грейдам Отставание абсолютно очевидное здесь происходит У сортов и рабочих Правда больше У него боевой лимит Поменьше бою Так Суртов и милишные 1-1 доделались Грейды уже У димаги Коготь всё ещё делается Нужно второй эволюшн Обязательно Почему Почему так Так хорошо намутку Грейды делал Но у ультралов Микозов сейчас димага Ну это зря Это зря Может зарешать В итоге это всё дело Там 2-2 уже Посмотрите Здесь первый когуть только Суртов с королевами С вайперами Всё вперёд сейчас выдвигает Здесь тоже вайперы есть Но у димаги Позиция какая-то Пока не ахти Причём ультралов Часть строится ещё Суртов уже готовит Так димага выходит наверх Аккуратней нужно быть Сейчас потеряет Муталисков Можно на халяву Против вайперов Так Микозы пошли Наламывается димага Ультралами на королев Смотрите королевы Под ударом Муталиски с муталисками Бой принимает Здесь ультралы димаги На халяву королев Разваливают просто Суртововских Так димага выгодно дерёт Смотрите по воздуху Вообще всё уничтожил Сейчас по моему Суртовов Так в земле королев взбрел Ультралы правда отдались Но сзади мутка налетает Мутки у димаги больше Сейчас абсолютно точно В какой-то момент стало Суртов Так Ну чё королевы то Суртова посмотрите Залетать сейчас в королевы Надо ломать Но не получается залетать Ломать Проседая димага по лимиту Там заказ ультрала больше Ультрала здесь грейженее в разы Вот это вот сейчас в итоге и зарешает Чёткость пропала у димаги в конце Так здесь вайперы зелёнку Выкидывают По муталискам Суртова Димаги нужно расконтакт Муталисков димаг вроде как Расконтролил Убил Здесь вайперы тоже есть Но кончаются там и там вайпера Кинь зелёнку хоть одну напоследок Димаги Не кидали зелёнку напоследок Здесь ультрала выходит Суртова Вайперы все сдохли в итоге В никуда Ультрала Суртова двигаются вперёд А димага отстаёт По ультралам Сейчас Прирост выходит Но он до этого принял бой Здесь ещё муталиски сверху бьют Короче димага разваливается Чуть-чуть не хватает Хорошая была ЗВЗ Но Суртов более чёток Чем димага оказался К сожалению Более чёток Более чёток Гегег Пищи димага Всю игру было преимущество Но потом отдал Печаль Но ничего не поделаешь Блай Чё-то там повторы какие-то смотрят Проиграл что ли Блай Я не понимаю Так Квердос уже ждёт Суртов Вообще Квердосу значит Будем врываться мы Не знаю Проиграл ли Блай Но пока Сетки не продвинут Дальше Никто Значит пока ещё Не должен Проиграть он был Так Ликвипедию ещё рановато Врубать 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 Раунд 4 Так 4 8 Все это Рос-16 Кстати уже Вердос бьется с сортовом Если он выиграет сортов А нет Ещё нет конечно Ещё до квоты нужно выиграть сортов И следующий ещё Короче, 3, будет 3, нужно выиграть до квот-эвердосу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, по крайней мере, уровень ЗВЗ у Димаги хороший. Ну, вот единственное, что... Ну, да хотя не спорки там зарешали. Зарешало то, что не реализовал свое преимущество Дима в какой-то момент. А преимущество было все время. То есть, 3-я раньше, 4-я раньше, Муталиска больше, Гриды раньше. Но там не настолько значительно было, чтобы быть очевидным, как бы, это преимущество. Поэтому Блай оптимусу 0.2 слил. Вот это да. А с кем Блай в лузерах попадается в итоге? Димага в лузерах. Ну, вердоса стримим. Блай с праймлотом будет биться в лузерах. У него уже оппонент есть. Так, с восточного запуска я в прямом эфире не смотрел, но в записи-то посмотрел. Просто в 5 утра, как бы, я дома спал. Там у меня и компьютера-то нет, и все спят. Сейчас захажем, как бы, радостно. Димага в лузерах. Димага в лузерах. Подтянул ЗВП шоу-таймер сегодня, обыграл. Это хорошо. Просто уровень у сортов ощутимо выше. Можно помнадить только на чиз. За счет чего он и отдал одну игру. А так без шансов. Что-то интересное. Что-то я не заметил уровня ощутимо выше. Я не знаю, чем ты там его ощутил. Видимо, своей алмазной аналитикой. Вот. Ощутимо. Прямо ощутимо выше уровень. Пока что я видел, что игра была абсолютно ровной, но не получилось реализовать, по сожалению. Но это тоже уровень с другой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, здесь увердился нексусочек первый, насколько я понимаю, был билд или что у него был забил. Да я вообще что-то не обратил внимания, пока ковырялся в чате, смотрел сетку. Но ситуация вроде как пока что неплохая, сортов тут вообще какие-то делает не самую раннюю третью хату, по рабочим рост плюс, экономика у него явно лучше. Адепт сталкер заграли, это нексус был, потому что одновременно два юнита в гейтах, плюс заказан мазеркор на мэнни. Правда, застройки, какие-то вертовки постоянно странные здесь, а вот билон пошёл. Хотя нет, нормальная застройка получается. Билончик здесь, проход вот здесь. Это у меня просто немножечко. Я вот на этой карте как-то кривовато застройки частенько на этой рампе делаю. На хг. Адепт выходит, сталкером можно оверсбить. Сейчас нужно забежать под него. Ну вот не надо так, нужно... Кто-то, правда, среагировал, у меня такое ощущение сразу, но если бы он бы не реагировал, можно вот сюда было забежать, стрельнуть, он бы в другую сторону полетел бы, кстати говоря. Овер улетел, второй, в районе мэйна, летает, кстати, он с мувом залетает. Уставали, взлётных площадок не бывает. Двухозлётные полосы. Ну а так, от моего дома она километров 10 находится. Но здесь пролегает маршрут для десантирования на полигон прямо. Поэтому илы 76 летят, проходят здесь. Над моим домом примерно. Плюс-минус там несколько сотен метров. Ну что, здесь третий хат сортов. Перевод дронов, кстати, на мэйне остаётся минимум. Коготь, Беллинг, Нес, ну это стандартная сейчас, в общем-то, игра через этих, в общем-то, Беллинг-дропы. По уровню ЗВЗ я думаю, что разница минимальная, судя по играм. Димаги, а вот другие матчабы. Хороший вопрос. Ну, Дима говорит, что с толстыми подтягивается. Ну, посмотрим. Конечно, с вердосом 0.4 это было что-то не очень тогда. Хочет очень Линг пройти. Пройти не могут. Ну что, пытается вердос в третий некст. Смотрите, здесь Линга Беллинг и иллюзия пролетает. Видит Линга Беллингов прекрасно сейчас, нужно понять только одно сейчас. То, что будут дробы по разным направлениям абсолютно точные. Нужно готовиться к Рым, нужно фотонок везде ставить. Вот у нас, пожалуйста, Овер прилетает. Морф пошел. Вердос выводит фениксов сейчас. Нужно пытаться Овера найти, но он не пытается. Он просто ставит, чтобы не ворвался на халяву. Политика верная. Вот мне интересно, для чего Робу Бэй и Роба сейчас. То есть, я так понимаю, вердос Колоссов хочет сделать. Но Колоссов, если делать против этого стиля, нужно делать их так. Летят фениксов. Вот, пожалуйста, сразу дробщик заходящий принимается. Минус Овер, минус Беллинги. Неплохая работа. Врывается Оверсир. Оверсир очень быстрый со скоростью Грейжена. И сейчас нужно бы поймать его. 4.72 у него Феникса. Ну, Феникса же 5.95. Конечно, они быстро его достаточно перехватят. Вот он висит. Вердос видит, где находит. Сейчас еще минус Оверсир. По лимиту вообще вровень идет. Но вы сегодня видели, как Вердос играл с Сиралом? Он зерга, вообще Сирала, на средней стадии и на ранней. Он просто там унижал фактически по лимиту, по именно качеству игры. Но потом просто начинался какой-то тупеж. И стояние на месте, когда нужно Акликом убивать. И в итоге проигрыши последовали. 0-2. Так, здесь адепт включает лингов. Адепты лингов принимают. Что-то Б-линги здесь. А что с Уртупикой-то? Пожалуйста, Вердос. Вот сейчас, вот сейчас. Нужно планировать выход на ближайшее время. Все. Робо Бэй в итоге Вердос заказал. Но, видимо, он рассчитывал на другой какой-то микс с Азерга. И не используют его абсолютно никак. То есть это ни дестабилизаторы, ни колоссы. Иммортлых продолжают строить. И Твайлайт пошел. Твайлайт сверхпоздний. Но у Суртова грейды, кстати говоря, тоже практически отсутствуют. Так что для Вердоса нормальная ситуация складывается. Так, Фениксы летает. Их 8 штучек. Ядро из Суртов Фениксов встречает. Нужно аккуратнее быть. Вердос не теряет. И улетает спокойно. Твайлайт сверхпоздний. 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 Так, что-то тут обсерверов каких-то сортов, по-моему, сбивает. Люра гидролинги у сортов MX, соответственно. Ну, по лимиту сортов... Как я не люблю это стояние. Ну, ладно, можно, можно, да, стоять, но нужно немножко двигаться хотя бы. В центр выйти, там, крип, погони, заставить зерга нервничать, а не просто стоять на месте, как бы. То есть можно делать выходы, не нападая, при этом, то есть стараться как-то развлечь. Но это обязательное условие, иначе будет. Так, здесь врывается к дестабилизаторам. Хорошо, веру стреляет, оверчажа нужно выставлять, копается люра, копается всё, фениксы там что-то поднимают, поднимается люра, отходит под оверчажа на пилонах вердос по своей, люра очень близко. В итоге дестабилизатор сейчас очередной выйдет. Нужно идти, пытаться люру поднять, отогнать, сейчас отсюда зерга. Выстрел дестабилизатором в молоко просто следует сейчас от вердоса, но он справляется с обороной, я уж прям приуныл, когда этот патрон просто улетел. Вот он летел через группу и просто вот сюда улетел. Фениксы, твердос, не перебор ли фениксов? 12 штук, по-моему перебор сейчас будет уже, куда столько много-то. Хотя так и есть, в принципе, и можно гидру убивать, можно много чего тут убивать. Летит вердос вперёд, здесь порка, здесь люра, гидра. Нужно залететь в другого направления, может подшатать золото. Суртов хочет, смотрите, у Суртов просто он понимает, что, возможно, здесь Нексус на хайграунде, он хочет вот сюда подвести спорки и просто с хг, с лоу граунда на хг просто люрами эту базу минуснуть. По крайней мере, заблочить минеральную линию, ну а может быть, если вердос будет неактивен вообще в обороне этой базы и убить её нафиг. Так, дестабилизаторов, что вердос не жалуют, больше не строят, две штучки есть и хорош, всё равно мимо патроны, патроны мимо летят. Так, бюджета ни на какого не напасёшься на выстрелы на эти, хотя бесплатные на самом деле. Ну вот, пожалуйста, зачем ты два патрона в один стреляешь? Просто тренер, крэйзи титчер, блядь. Зачем два патрона, когда один такой же эффект делает? Вместе ты стреляешь, вместе. Сплит, мазефака, зис патронс. Копается люра. Начинает нексуса. Так вот, то, о чём я говорил, собственно, происходит. Сортов подходит сюда, к этому нексусу, начинает вердоса отсюда выселять попытки. Активные очень. Нужно идти его самого отсюда, выселить нахрен просто вот этими ребятами. Ну почему два дестабилизатора? Устрою больше тогда, стреляй патронами в одно место. Так, оверсира отгоняет вердос. Всё, прота коннекса прекращена. Газ, по крайней мере, здесь добывается. Да выбейте его на пофиг, пусть там гидра постреляет. И стоит основная армия здесь. Чё вердос стоит? На оклике вперёд что-то собрался лететь? Да вот у тебя есть юнит, который позиционку просто выигрывает любую. То есть с зергом просто стреляет и стреляет туда сколько угодно долго. Всё, нексус отдан в итоге. Здесь силок приходит, силок уничтожен. Заходит сортов уже в основную атаку, что ли, чё не бывает. Так, вердос ещё выстрел делал. Вот это сортов подошёл. На раздачу, говорит, сейчас подойду сюда. Получил два патрона. Там даже вместе патроны дэмэдж просто невероятный нанесли. Пошёл на ром, а в сервера сортов укуснуть не смог. Ужасная с его стороны ошибка. Вердос в мясо разбирает сортов сейчас. Просто в мясо. После выстрела дестабилизаторов Слито 20 лимитов в нулину просто где-то примерно. И сортов лезет на оклике вперёд. Вердос его просто разносит. Покидает сортов игру. Аж припекло у самого. От себя же припекло. Ну а что тут? Сам виноват. Хорош вердос. Давай их так держать, так ломать. Димага там лузера бьётся пока. Надеюсь, что была Димага подальше там в лузерах пройдут. Ждём следующую. Вот когда зерк приходит, на вердосе сам а отдаётся, то да. А вот если бруды как стирал, то всё, уста ничего не поделать. Ну что, зашёл в игру, зашёл я стазис ловушку. Ну как бы под стазисом демэш не наносится, а так можно использовать. То есть, либо можно заморозить. Можно заморозить и под разморозку кинуть тогда. Вторая игра. Храм во льдах. Карта 1-0 вердос. Поехали. Пока я в пенчик, сейчас посмотрю, как там в гордос заходить будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, посмотрел я конец сейчас. Прикольно это выглядело нормально. Вирдос с ортоху сейчас прогнал. Ну что, блочит с ортоху тут и третью. Блин, а зачем натреться? Ну вот если ты ставишь пилон здесь, блочит здесь тогда. Вирдоса два гейта на вторую. Кстати, это что? А где кибернетка? Зилок заказан. А что кибернетка-то будет? Может, зилка отменя... А, кибернетка на мэй не пошла. Зилка Вирдос не собирается отменять. То есть он собирается с ортоху еще тут выйти зилком подкарасить с адептами, что ли? Я не знаю. Что-то пока не понимаю. Можно, кстати, подпилонить сюда. Попытаться хату было бы, например. И мазер пором еще вылить. Но вот это бред. Просто бредер какой-то. Стиль, опять же. Вирдос любят такие темы. Ну, я вот никогда не понимал, на самом деле, что в первом сторожатке, что в втором. Ну, в первом-то вообще такое не работало, в принципе. В втором работает. Если исполнение не плавало... А, все понял. Тогда понятно. Тогда понятно. То есть со стенкой снизу, кстати, интересно. То есть вот этот врыв, как от Стрэнджа с адептами скорости атаки только стенкой снизу. То есть получается, что можно отстроить адептов, нормально сделать им грейд на скорость атаки, добавить там третий гейд, еще с помощью стенки нормально заблочить. Так, дополнительный гейдверд уставить сейчас. Так, кстати, сортов с двух бас сейчас какую-то делает агрессию. Посмотрите, линга, бейлинга, оверы. А, он собирается просто, видимо, вердосу принять. Он понял, что у Нексуса нету пока. Вот Нексус только-только пошел. Кстати, варп не готов. Почему варп-то, вердос? Можно по КД строить, можно больше адептов иметь к этому моменту. Овер врывается. И что этот овер? Да этот овер ничего. Здесь у нас бейлинг-нест. Он просто смотрит. Я, говорит, просто посмотрю здесь, ребята. Бустятся пробки. То есть вердос не полностью улынет с этим билдом получается. Сейчас 3 адепта плюс будет доварплено. И можно будет выйти спокойно абсолютно. Вот 3 пошло еще. 9 адепт, пузелок остается здесь. Не знаю, знал ли Блайп лозера. Может, ему дали как бы квоту. Он забил играть. Я хз. По Венерамп хотел. Может, не стал запариваться. Я не знаю, почему. Не знаю, ребят, почему Блайп не стал заморачиваться. Без понятия. Ну что, вердос приходит адептиком и видит, что здесь происходит. Но он не собирается врываться. То есть он собирается развиваться, насколько я вижу. Может, ему немножечко-то имело бы смысл ворваться все-таки. Адептики новенькие подходят. Сейчас сколько их вообще вердос? Е-мое. Ну так, 13 штук есть. Сплит будут. Телепортируется вердос. Беллингов, лингов. Начинает разваливаться. Это очень неплохо. Прочуял этот момент. И, кстати, если бы не королева, вообще бы в мясо, по-моему, вердос развалил. С королевами отдался. Ну, надо дальше было мимо королев проходить, судя по всему вердосу. Для дронов фокусе, что ж ты, дедрозный, пожалуйста. Отдача отвердос. Внутри адепт на вторую приходит, кстати. Телепортируется вердос, да иллюзии. Если бы сразу иллюзию по кд пустил, успел бы из-под королев выбежать, скорее всего. Ну, парабам, ситуация более-менее ровная. Фениксы пошли. Заказаны еще гейты. Второй стар гейт заказан. Здесь оверов отгоняет, Русутул один на мейне летает. Недостаточно. Демод же абсолютно недостаточно адептами нанес. Знаете, в чем суть? Вот иллюзии нужно было подождать, пока все адепты подают. Иллюзии не отсюда пускать и отсюда, чтобы они вот досюда долетели. А вот отсюда, чтобы они где-то вот сюда прилетели. И вот либо вот сюда на ХГ зайти сплетануться, либо здесь вот сплетануться прямо. Идеально, конечно, вот здесь бы было сплетануться. Вердос не знал, конечно, что так может получиться. Может именно, но... Кстати, здесь сталкер с Н3. А что сталкер с Н3 вообще? Для чего они? Так, здесь королева лидит. Здесь, кстати, улын от сортов уйдет. Нужно ли Вердосу вообще принимать бой вот так вот, как он хочет? Беллинги есть дропить? Нет, беллингов нету, кстати, в дропе. Королева зато дропывается. Будет в лоб на лом прямо сейчас. Вердос уходит за стенку сейчас. Абсолютно верное решение. И чего? Так, сортов бой принимать. Гвардиан жил пошел. Билды должны быть идеальные просто. Билды, мягко говоря, не идеальные. Сталкеры вообще не прикрыты. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 322 рубля ровно. Серега, огромное спасибо за стримы, за твое чувство юмора. Всегда смотрю с удовольствием. Здоровье и счастье тебе и твоей семье. Спасибо, Фастрон, за добрые слова. Спасибо, что смотришь. Ну что, тут что-то криптумором и накакал сортов и убежал в итоге. Так, Вердос идет вперед. Кстати, лимит это, посмотрите, у Вердоса лимит больше. У сортов летает всеми своими королевами. Сейчас Вердос придет, филдов поставит несколько штук нормальных. И попробуй отбить от этих толкиров с интерней. Адеп тут надо больше, единственное, Вердос сейчас... Ну не надо на крип так далеко влезать, Вердос, ну что ты делаешь? Отойди ты нафиг отсюда, филды пошли новенькие. Филды хватает, филдов-то? Пока хватает, нужны новые филды, Вердос сплитится. Сплит так себе, мягко говоря. Ну вот в лес на крип. Куда ты лезешь на крип, а? Зачем? Ну все, здесь уже тяжело будет дальше пушек. Мазеркор, Вердос вперед берет. Все, пуверчаж, видимо, на вот этот пилон ставить. Здесь плетка. Нет, здесь все, это направление бесперспективное для пушек, разве что направление... Ну вот врыв хороший был от Вердоса. Зачем влезать вот сюда на крип? Стоит рядом с... Ну хотя Вердос не видел, что там овера, возможно, просто летят. Но если бы понимал, что там овера, то вот встать здесь и пилды нормально ставить, овера пытаться от хокусить. Вот вариант был бы хороший. Доходит Вердос, Мазеркор второй таймвар ставит, плетки. О, плетки неубиваемые, трансвизы просто миллиард здесь. Нет, к сожалению. Хотя по лимиту пока нормального Вердоса. В чем у Сортова получается такая алыновая тема. Ну как алыновая? Здесь, да ни хрена не алыновая. Здесь люра, здесь грейды уже 1-1, и второй хокус почти готов. Если Вердоса пушь проваливает, то гг. А пушь уже проваливается. И вот почему... Ну хотя здесь вот в чем минус вот этой позиции? Чтобы пуши направление сменить, надо пройти всю карту просто. Даже два раза. То есть нужно отсюда уйти сюда, обойти вот с этой стороны и ворваться. Гг, 1-1, третью ждем. Спасибо всем еще раз за поддержку. Блай вообще ушел. Наверное, дела какие-то у Блая, похоже. Блин, начиналось все лучше гораздо. Ну, телепорт королев не надо было Вердосу делать. Я так думаю, это самая главная ошибка была с его стороны, конечно. Конечно. Ну что, 1.1 у Лена, но вердос опыт у Лены и опыт созвучный с ним, с этой картой вещей тоже присутствует. Так, все, залилось на YouTube, Бобролига будет обрабатываться к утру, я думаю, будет готово. Спасибо еще раз всем за поддержку, ребята. Так, а твич-то идет вообще не мое. Да, идет твич, все в порядке. Если что-то случится, отписывайте. Оп-стар сделаю. Ну что, вердос с Мэйна начинает, опять-таки, гейт-кибернетка, но это уже не два гейта. Нафиг он лезет на плетке, когда у тебя пуш идет, такой ты не можешь не лезть. И вердос прекрасно понимал, что смена направления, смена направления движения тоже приведет к ГГшечке. Так, ну что, линги прибегают здесь. Отдаются в минеральной линии вполне удачно. Но сортов что? Сортов спалил Роба. Ну вот опять вот, все бы хорошо, но опять какая-то печаль. Опять спалена Роба, блин. А это билд на неожиданный, естественно, расчет есть определенный. Все, сортов сейчас лингов королев настроят, и хрен ты что сделаешь в итоге. А что это будет? Я, честно говоря, не понимаю, что именно вердос хочет делать без застройки рампы вообще. Ну что за бред вообще? Хоть рампу бы застроил ради приличия иммортала заказана. Это иммортал кушат на базовой. Получается, адепт прям под лингов приходит. Что происходит-то, вердос? Ёпара, СТ. Иллюзию пускай, иллюзию пускай. Сортов даже... Так, вердос тут этим адептом бился, как лев, что сортов даже испугался окружать его. Ушел назад. Да ну, блин, отмороженный какой-то парень. Что-то, блин, отходит. Там микрит что-то ходит вперед, стреляет туда-сюда. Ничего не поделаешь. Ну что, иммортал будет... Сколько имморталов? Два иммортала призма или один иммортал... Один иммортал призма, я тоже думаю, что лучше тайминг побыстрее. Один иммортал, четыре гитта плюс призма. Вокруг иммортала просто строить весь контроль. Филды, адептики, там зилки... Нет, даже зилки СН-3, наверное, лучше их сделать. Здесь балентнес запилен. Так, гиды Эвердоса открываем. Ну, иммортал уже спалили. Зачем показал валер? Так, да варп за адепта в центре идет. Идет Эвердос вперед. Еще адептики варпы. Саплай блок у Сортоффа. Пролетает мимо овера. Выход идет очень даже сильный такой. Где будет Сортофф отбиваться, я пока не понимаю. Но много королев, много лингов. Бейлинги запилены. Сколько СН-3 у Эвердоса просто и родительств? Три. Три СН-3 это маловато, я бы сказал так. Адептов до варп еще пошел. Наламывается у Сортофф. Призму уведи, Эвердос, только чтоб он не убил, не запокусил. Все, увел. Молодец, хоть призму. Не дал запокусить, что хорошо. Так, Бейлинги врываются. Сплитани хоть чуть-чуть юнитов своих. Сплитит Эвердоса. Адептов нужно сплитануть получше. Адепт сплитанул. Не знает, кто Сортофф. Бейлингами ворваться. До варп еще адептов. Призма сзади. Живая. 57-47. Неужели Эвердос здесь ГГНчик делает? Похоже на то. Но Иммортал-то куда здесь стоит? Он стреляет по плетке, не отдавая Иммортала. Не отдавая его. Ооо, вручную врубаются поля по Эвердосу с кеми, кстати говоря. И поля вовремя зарешали. Здесь подлетает призму ближе. 10 лингов еще заказано. Эвердос только, блин, вот сейчас вот игру такую не отпустить бы. Все, адепт в до варп. Нет, Эвердос здесь игру не отпустит. Я уже вижу это, что не отпустит. Бейлингов влочит на рампе. Иммортала пытает Сорт-Оф убрать. Не, Иммортала здесь так просто не убрать. Еще один филт от Эвердоса пошел. Бейлинги выходят. Бейлингов Эвердос пытается развалить. Сплит адептов замечательный. Иммортал в призму улетел, сел. Иммортал живет. Здесь что-то все распличено. Часть бьется с юнитами, часть с королевой. Вот это ошибка, конечно, не надо так биться. Сплит. Да, тут уже без сплита. Для Сорт-Офа пригорело. Покинул игру. Однобазовая. Элегентиш, практиш, гут. Иногда пригор произошел. Нормальный Эвердос. Главная победа в данном случае была. Ну что же. Продолжает Эвердос. Движение в венерах. Биг Дик Лорд. Это Марин Лорд, я так понимаю. Лезер 2-1 катнул. Сейчас будем смотреть против Эвердоса его. Движение в венере. Да. Да. Извиняю. Это Warrior. Так, ну Вердос уже в топ-8 венеров находится сейчас. Это очень хороший результат, я вам скажу. Сверху оптимусы ламбо находятся. 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 В первых играх, а мы Вердоса против Марин Лорда ждём. Отлично. Ну а что-то ПВТ-овердос всегда нормальным было. Марин Лорда может, я думаю, пробрить. Сверху оптимусы ламбо находятся. Сверху оптимусы ламбо находятся. Сверху оптимусы ламбо находятся. Сверху оптимуса ламбо находятся. Сверху оптимусы ламбо находятся. Продолжение следует... 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 СССР готов! СССР готов! СССР готов! СССР готов! Давай, вниверситет! Есть достаточно модов, чтобы предупреждения модеров раздавать. А во повод того, что Верди дурак, так в предыдущей игре, Я скажу, это по делу на самом деле Уже пора завязывать с этой темой Это не оскорбление По жизни, это по предыдущей игре Казарев, получилось? Так Диман Артов Спасибо, что смотришь Если зерга раньше смотрел То лучше с армией покатить Повременить походу Посмотри немного, меня посели Я хоть не был Но все-таки после зерга в армию опасно Как мне кажется Ладно, шучу я, ребят Давайте смотреть Третий Нексус Увердус Оракул Один-два Погодите, а что это за Это какой-то супер врыв С двумя Оракулами, видимо, будет Как бы под туретки Вердусу не ворваться Бустятся в итоге пробки Третий Нексус Ну, третий Нексус правильно Но обязательно демаж должен Оракулами Вердус наносить Иначе печаль будет Здесь, я так понимаю, передробщик будет Минка куда-то окопалась Куда она окопалась? На второй базе Минеральная линия Куда Вердус будет врываться? Я так понимаю Вердус на вторую И будет Оракулами врываться сейчас Так, и Фениксы пошли Ну, двумя-то Пора лететь уже Чего за споршел так? Зачем Оракулы висят дома? То есть, это Вердус Что-то принимать собрался? Что он собрался принимать? Ну, кстати, Минка сейчас и полетит Но два Оракула строить Чтобы это принять Ну, зачем? Построй-то Апсервера тогда Просто, если сейчас их покажешь На Минке Ты уже хрен что здесь делаешь Точно И никакого эффекта не ожидает Здесь уже все Туретки поданут Не понимаю Ну, конечно, они всю игру полезны Могут быть там Ревелейшны и так далее И на этой карте Старгейт необходим Как уже не раз мы говорили Для того, чтобы Либераторов убивать Ну, как-то хз Минка падает моментально Вбивается сейчас Наверное, Марин Лорд смотрит И думает Что это за такая тема Вообще Два Оракула А мою одну Минку встречают Кобрыч Здорово Не, в армию не собрался Мне уже поздно Все, да и по здоровью уже Печаль Робу форжа здесь добавляется Так Твайлайт номер два Ну, давайте, пожалуйста Скилл Твайлайт номер два Пошел Гордос запиливает Ну, он же не подумал Что он у него раньше был впилен Просто он одновременно Робу форжу Твайлайт запилил Зато блинк можно с чаржем Одновременно сделать А учитывая, что сейчас Еще третий грейдбег Можно и со скоростью Атаки адептами На изичах Пилить блинк сейчас Одновременно А что, кстати? 150 150 и 100-100 Все это 250-250 Вкладываешь И вообще два грейда Одновременно получаешь Вполне себе Неплохо Как по мне Кстати, может Это сейчас даже Вот блинк пошел А на мэне Этот Вайлайт Вердос Не заметил, братан Не, не заметил Очень жаль Сейчас Хотя у Марин Лоретт там Посмотрите Как мне вот Я не знаю Как этот игрок Вообще Не то что Кого-то выигрывает Блин Как он иногда Всех разваливает Ну Сверхпоздние Стимпаки Какие-то билды Такие Реально Если стандартно Под ладер Да, это наверное Сильно Потому что Крутейшая макро Уровень высочайшей игры Контроль Там Продакшн Но Но Если Ты играешь на турнирах Где лучшие Они всегда готовятся Просто Марин Лорд Всегда практически так играет Если есть уровень игры Контроля более-менее Хотя бы Даже может Чуть хуже Чем у него Просто Зная Что он так играет И либо присушив Либо халявишь Как бы Не у стандарта Твердос Откатываешь С нормальным количеством Грейдов Масс-грейдами И все будет Просто замечательно На самом деле Опа А вот и пошел Скорость атаки Адептом Применил Второй Твайлайт Твердос Ну что ж Молодец Молодец Вот этого я Одобряю Запилил два Так хоть два Грейда Сделать Тем более После блинка Можно сразу Чардж Впереть И прикиньте У вас Гильтовые юниты Самые вообще Такие В Грейже Чардж Блин Скорость Атаки Адептом Просто рай Для варпера Блинкера Вот Ну куда-то Твердос пошел Вперед Сейчас он как раз Идеально Под тайминг Стимпака Идет К Марин Лорду Ой-ой-ой Ну а Ракула Нужно было Сейчас отдать По ходу дела Мне что-то уже Начинает Приунывать В этой игре Хождение Четверус Ходит Туда-сюда Криномарик Разорвало Бедня Здесь еще 2 марика Ходит Сканит Марин Лорд Он что Ну видит Что Вердос Рядом Зачем Вердос Рядом Нужно задать Вопрос Сейчас Находится Ну адептами Варвись ты Вердос Что же ты делаешь Так Пилды пошли Очень даже Неплохие Ну нормально Марин Лорд Навалил Сейчас Адепт Вердос Точнее Марин Лорду Навалил Хараса Призмами Никакого Нету То есть Адептов Варпа Кстати Можно вот тут Можно поставить Можно мимо нее Пролететь Если она не идеальна Вот здесь Вот что я часто Вообще Постоянно Замечал Я кстати Говорил Пустым И смотрел У Вердос Определенно Проблема То есть Он строит Адептов Но он не пользуется Ими грамотно Максимально Он постоянно Ходит Не пуская Иллюзий В таких ситуациях Как сейчас Просто Постоянно Иллюзии Вперед посылаем И Марин Лорд Вполне возможно Ошибется Ты телепартнешься Внутрь Просто адептами Свой любимый Б Кнопочку нажмешь Левой кнопкой мыши Просто нажмешь Вперед И вот сюда Еще раз Как бы нажмешь Все Адепты Все внутри развалят А сталкерами Остается через шифт Правой кнопкой Только Единственное Как бы условие Понажимать Вот таким вот Ребят По либераторам Всяким Там еще чему Такому Отступает Вердос Лимита Дофига Вообще Че боится Хрен знает Плюс два Есть Все есть Тут идет Два либератора И бил Все Просто разведи Чтоб ЕМП На все Не попало Так Дестабилизатор Стреляет Блин Дестабилизатор Эти просто Одноводится Сейчас Смотри Лорд Все Посмотрите Приходит Вместо того Чтобы подраться Здесь Пока Тиран На муви Идет Вердос Просто Стационарного Тирана Встречает Здесь Вообще И теперь Архи Сложно Будет Биться Здесь Либерат Двестанки Четвертый У тебя 200 Что ты Делал У тебя 200 Ну Когда Драться Если Не На 200 Я Просто Не Могу Понять Ну Припекает Реально Припекает Ну Зачем Этот Нексус Одну Ну Что Бегать Чего Ждать Ну Ждать Нечего Реально Здесь В этой Игре Темпистов Двух Чтобы Что Они Двух Либераторов Отогнали Ну Здесь Не Шесть Либераторов Здесь Не Крит Масса Такая Которая В мясо Просто Все Унижает Здесь Буквально Два Либераторов Все Пошел Замес Так Дестабилизатор Как Хорошо Сейчас Дестабилизатор Дал Почему Раньше Вот Прилетели Либераторы Теперь Темписты Нужны Да Минус Два Либератора Отгоняет Малин Лорд Вот Такие Ситуации Нужно Реализовывать Вердос Ну Ты Только Что Нексус Потерял Ну Пойди Ты Убей Его Наконец Так Нет Вердос Решил Что Вот Эти Шесть Мариков И Мародеров Две Штуки Нужно За ними Срочно Вернуться Здесь Марин Лорд Загрузился Летит Дроп В итоге К Вердос Вердос Стоит Дома То есть Он Вперед Не пошел Сейчас Стоит Позиция Так Себе То есть Сейчас Пропускаем Дроп Вот сюда Здесь Два Пилона Кривее Здесь Никакой Обороны Нет Ну Минус Нексус Пожалуйста Все Назад Всеми Биг Джим Назад Всеми Мазер Кур Минус Здесь Нексус Минус Все Мясо Уничтожено Унижено Развалено В хлам Еще Дроп Этот Спокойно Сможет Улететь В итоге Навряд ли Грелка Сможет Его Перехватить Если Сейчас Еще Марики Фокус В особенности Она Не сможет Ничего Перехватить Ну Все Вердос Позицию Вот Так Разогревая Дроп Здесь Вердос Темпест Помог Сейчас Ну Парабам Минус По боевому В плюсе Есть ресурсы То есть Можно Сейчас Юнитов Наварпить Выходит Вердос Вперед Армию Сплетанул Сейчас Свою По боевому Лимиту Вроде Как Плюсе На Две Части Просто На Три Части Армия Разделена Где Любимая Ф2 Где же Он Когда Он Так Нужен Где Этот Ф2 Черт Побери Вердос Подходит Сталкер Сбуку Здесь Все Разваливается В итоге Мари Лорд Отжимает Вердос Вбок Куда Сталкер Заходит Бук Темпест Наваливают Конечно Имморталы Здесь Стоят Имморталы Бьются Замечательно Игря Против Мародеров Иммортал Нужно Фокуснуть Сталкер Под Блинкс И пока Все Не Развалил Он Там Внизу Все Не Развалил Внизу Либераторы Падают Все Кстати Вердос Здесь Даже Расконтроливают 115 124 Боевого Лимита Намного Больше Чем У Оппонента Все Заходим Блинк На КД Заходи Блинком Блинкайся Вперед Агрессивный Блинк Минус Еще Один Медивак Назад Что Что Фраер Раздал Назад Ну Сконцентрировать Войска Надо Было Ну Где Да Ну Все Здесь Гасты Блин Просто Вердос Реграет Реально Как бы Мари Лорд Это Просто А клик Вперед Т Нажал Тут Загрузился Всеми Пролетел Ничего Он Не Демонстрирует Ну Как Вердос Просто Не в плане Контроля Не в плане Что-то В плане Вообще Игры Понимания То есть Он приходит Убивает Уходит Приходит Убивает Уходит Что ж Ты будешь Делать Да пойди Ты его Дожми Уже Плюс Один На вот Этих Заказал Как обычно Заказывал Все И пошел Бострелять Ими Сейчас Помаленечку С 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 Летает Вердос Приходит Сейчас Ну и Что Есть Ревелэйшн Нету Ревелэйшн Ну Темпистов Реально Много Но не Газ Ими Стрелять Друзья Какой Газ Дружок Вердос Блин Такая Жесткая Армия Что Даже Боится Вердос По газу Стрельнул Блин Вдруг Тиран Испугается Я же По газу Ему Стрелял Вдруг Он Меня На Аклипе Убьет Что Я не Знаю Заходит Иллюзия Адепт Видит Вердос Все Прекрасно Здесь Юнитов Немного На самом деле 168 184 Ну Где Нибудь С какой Нибудь Зайди Закажи Я не знаю Да нет Еще Там Не ГГ Далеко Блин И Здесь Еще Не ГГ Вердос Бегает Зад Вперед Ну Зачем Зачем Так Разваливать В мясо Тирана Что Потом Я Понимаю Ладно Еще В Пвп Погиб В другом Матчапе Но С Тираном С Тираном Нужно Запомните Одно Кто Процент Играет Все Если Вы Месите С Тираном 200 200 Лимита Подрали То Тирану Гораздо Тяжелее Чем Любой Другой Расе Восстановить Лимит Почему Процент До Варп У Зерга Заказ Вообще Там Моментальный У Тирана Женет До Варпа То есть У него Юниты Строятся Вот Они Бараках Они Их Нужно Заказать Мало То Чем Еще Нужно Прийти До Точки Сбора То есть Он Максимально Медленно Концентрирует Лимит Поэтому Если Проц Выиграл Тирана В замесе Самое Время Ити Вперед И убивать Его Почему Потому что Он Будет Медленно Армию Собирать А ты Можешь Варпать Подводить Близко И просто Грамотно Драться Пошел Замес Вирдос Вроде Как Неплох Одерется Но Под ЕМП Попадает Армия Имморталы Отдаются Сталкеры Отдаются По лимиту Более Менее Сейчас Имморталы На муве Заходят Там Еще Есть Адепты Агрессивный Блин Вперед От Вирдоса Идет Викингов Помочь Помочь Викингов Либераторам Темпестам Нужно Убить Викингов Ну Все Вирдос С 80 На 125 Все Сейчас Экономика Экономика Марин Лорда Зарешала Кулак Темпестов Потерял Основной Юнит Ресурсов Нету Надо заказ Все ГГ Хорошо Поехало Сияние Сто На 148 Не Ну Если Сейчас Еще Раз Вирдос Отобьется Это Уже Чудо Конечно Будет Но Я Вижу Что Навряд Ли Он Здесь Отобьется Шторма Нету У Него То Есть Самое Интересное Все Без Шторма Это Делает То Есть Он Преимущество Ну Здесь Марин Лорд Просто Всю Карту Отжирает Слишком Пассивно Приходит Марин Лорд Ну да Хотя ЦЦ Ну да Там Не ЦЦ Надо Было Убивать Нужно Было Все Вирдос Что Делать В той Ситуации Кам Сюда Пришел Нужно Было ЦЦ Проводить Просто До Варп Вот Сюда Сразу Делаем Берем Пробочку Ведем Этот Варп Сюда А вот С этой Позиции Начинаем Шатать Темп Все Победа В кармане Но Вирдос Что-то Передумал Он Ну просто Не хочет Вирдос Выигрывать Все Все Так, ну что, лузера нужно смотреть. Где там бердос у нас вообще? Еще не заполнена ликвипедия. Так, ну что, лузера нужно смотреть. Ну, дестабилизаторы, да, могли бы помочь там в конце. Ну, еще блузера можно побиться на самом деле. Давайте, сетку посмотрим. Ну, стримить планирую вот эти отборочные. До какой стадии, от снуд друга, кстати, интересная здесь битва будет. Ламба с Марин Лордом будет биться. Харстом, Ютермал. Куда вердос-то упал, не понимаю. Ну, в дальней такой стадии вердос куда-то... А, он еще дальше должен был упасть, по идее. Да, вон, о-о-о, там до него еще, е-моё, играть и играть. Нужно Венера смотреть сейчас. Снут против друга я хочу ворваться тогда. Или они уже начали, наверное, вот в чем проблема. У меня снуд есть. А, нет, снуд у меня есть, он не в игре сейчас. Ну, что же, ждем-то оттуда. Вердосу нужно лозеров сдать сейчас. У нас еще эвак. Вердосу нужно лезть, до сих пор. Вердосу нужно лезть. Лезть-дить любое. Вердосу нужно лезть. Лезть-дить любое, если бить их. Ожигать любое. Бердосу нужно лезть в угол. Солой. Иснут, наверное, многое пишут. Вон там Азар. Короче, ждём и будем врываться сейчас. Иснут, наверное, многое пишут. А, или Венеров там ждут. Я не знаю пока, что там происходит, ребят. Харстон Ютермал тоже, кстати. У меня Харстон где-то был. Оп, Снуто же, да, отлично прыгаем к Снутику. Ну что, Вердос пока ждёт лузеров. Я уже показал вам, что до него ещё, посмотрите, сколько тут сетки, до Вердоса ещё очень долго идти. Он по Венерам. Вот если сейчас Марин Лорд и Вердос выиграл, следующая игра была бы за квоту уже, я уже об этом говорил. А полузеран тут ещё идти, хотя тут не так уж много. Хотя как, нет, тут до квоты, ой, до квоты ещё биться и биться полузеран будет. Вот здесь только квота получается будет. Раз, два, три, четыре, пять, ё-моё, полузеран тут дичь ещё, конечно, будет. Получается. Здесь Лилу, Гангу, так, Лилу, Гуру, Намшар, Тефель, Джеку, Праймлот. Короче, ну тут Лилу, вот эта, наверное, верхняя часть более сильная, Намшар, Гуру и Лилу, чем вот эти три ГК. Абсолютно точно. Так, Лилу, сейчас, да, возьму, погоди секунду. Без базара. Для паузы сейчас как раз. Держи, Илюх. Ну что, здесь Гейт, ГАЗ, Нексус получается у друга с застройкой на лоу-граунде. Пользователь Красти Крабса активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе, Илюх. Так, ну что, уснуто. Три хаты пул, между прочим. Какой шанс Эвердосов взять квоту? Я говорю, по Венерам бы ему оставалось выиграть Марин Лорда и следующего. Ну там, конечно, самые топы Европы шли, но по Венерам всего 2-3, по лозерам ещё много очень. Илюх. 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 3. Живы. Илюх. Где пожар, с adultом. Илюх. так да не нормально овердоса Артем сыграл ты как бы просто ну вот эта тема блин нужно проанализировать просто ну что сирала что здесь как бы победа просто просто приди даже контролить не надо просто приди как бы не надо чудесненьких там контролю демонстрируют но немножко не хватило кстати по лузерам бы можно тоже было поиграть но если слишком большая усталость конечно лучше не заморачиваться уже я вижу что вердос написал так три гейта добавляет дрова сейчас оракул строит да дело не в пвт нормальная пвт было просто нужно убивать когда надо убивать нужно идти и убивать шмарин лорд там что-то пока несколько раз устраивался вообще нелепо причем 10 раунд так же примерно было немножко по-другому там специфика шмача подруга немножечко так оракул прилетает ну готов на всех базах фактически ну что до варп а дептиков еще и все все иллюзии посылают 6 адептов 2 оракул ну что интерес такой выход ну что одного оракула другу сразу же практически теряет как провально он подрался это что-то с чем-то сейчас я извиняюсь конечно но если бы дрога был бы вердосом у меня бы припекло как-то на что стрейндж то вердос но адептов тысячу раз лучше вердос сегодня хорошо демонстрировал адептов но это что это вообще такое надеюсь уже смутно и отпустят скорее всю эту игру мне так кажется хотя посмотрим давайте в принципе экономика еще более-менее там лэйр только заказывает сжег линга на мэне другой два роба добавляется ну да еще можно тащить в принципе лимит почти одинаковый но снуд сейчас начнет лимит свой увеличивать вижу байлент нест вижу лингов то ли гидра линга насколько я понимаю сейчас будут так оракул пытается прилететь захарасить у трех дронов забирает с потугами с какими-то сейчас друга четвертая хатка от снуда ставится снуд который 3-0 зеста развалил на кунг-фу капи но потом 3-0 снуда развалил просто ютермал вполне предсказуемо так плюс 2 и мотлу строится да давай вердос иди отдохни да попей чайку пусть глаза отдохнут проветривай иди отдохни да иди помещение а там видно 126 147 все эти дрога то выправляют ситуацию по лимиту тут ходит что-то взад вперед не блинка не скорости атаки адептом нет погодите а так твайлайта нет это два робо гейт пуш кстати интересный вариант развития событий сколько гейтов у нас восемь наблюдаю девять гейтов девять гейтов два роботикса пожалуйста а чем вам чем плохо вполне себе по моему ништячок семь люркеров нуд пилит поздновато дружочек люркеры уже вот эта хата точно погибнет насколько я вижу так ревелейшн идет на люру кстати-ка она до морфицы не спадет ревелейшн я так понимаю что не спадет сталкер это те качества люра копается да ревелейшн не спадает но учитывая что нет блинка нет чажа ничего нету позиционку здесь тяжело будет дрога выиграть как он уже не может на люру наломиться все он только до готовности люры мог подраться нормально пробиваются камни погодите а куда все и морфлы делись один слит то есть 2 робот 2 и морфл все в дрогу пошел но он решил почему-то что надо ему срочно выходить атаковать ну вот в итоге не так удачно он это делает так здесь крипту муравейские отбиваются мазеркор в районе третьего нексуса висит что-то пробки туда-сюда катаются нужно делать блинк нужно после плюса армора делать вторую атаку просто на пол так здесь королеву забирает дрогу пытается зайти на люру чё с ним забавился чего бы этой люле с ней бы случилось ничего бы не случилось жигнинга нет ну газа забривает ходит дрога пользуется филдами гигантским количеством и позицией своей все посмотрите филды еще пошли гвардиан рубин лингов упускать не надо лингов не упускает ну хорошо очень хорошо дрога контролит сейчас молодец так и надо страница стримит он как утро день стримит обычно поэтому приходи смотри поддерживай и и и и так что то ходит дрога пытается зайти и зашел здесь на халяву гидрой поубивал гвардиан шилдон так еще гидрой поубивал еще можно убить 185 188 Здесь рыв лингов идёт, дестабилизаторы, ё-моё, куда ты, дрога, так шмаляешь-то? Дестабилизаторы молоко, веди ты их наверх-то уже, ё-моё. Чё они здесь стоят? Чё он ждёт-то, я не понимаю. Вторая атака делается, блин делается. Он без дестабилизаторов идёт. Сходит, разваливает на халяву. А вот этот загулялся, называется. Врывается снуд, ой, как сейчас. Какой, какие залпы люры. 40 линей, это как сдуло вообще сейчас просто. Моментально, нечего по люру заходить. Пожалуйста, где здесь стабилизаторы стоят дома? Ну что за сплит армии глупый такой, вот опять же. Вроде настолько вот всё круто делал, фактически по-корейски. Здесь отжимал, не давал ничего снуду сделать, но по-корейски нужно вовремя отступить и соединить армию вовремя вот с этими юнитами. В итоге сейчас гидра зайдёт на халяву в дестабилизаторов, убьёт, а основная армия ещё в лоб отдастся давайте, да? Гидра заходит, Нексус четвёртый пробивает, что-то дрога разворачивается. Неплохо дестабилизатор развалит. В это время люра приходит с другого направления. Блин готов, вот секунду назад доделся. Ещё-то линги врываются на вторую, нужно бы люру выбивать. Неплохо дрога люру взрывает. А в сервера нету, в миксе, посмотрите, два люркера. Какой дэмэдж наносит снув? Перехвалил, перехвалил дрога сейчас. Вот это уже корейская тема просто. Это уже не корейская, ребятки. Это уже чистой воды. Австралия сервер просто какой-то. Вот это уже не корейская, ребятки. Кстати, на кип-бэтике ставочки, понимаешь, купилят на эти отборочные. Возможно, будете успевать запиливать выставки. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, и у Лены, где снуд, очень любят прессовать. Субтитры делал DimaTorzok Что-то они угорали, я не понял, в чем там прикол. Ну что, здесь пилончик где-то кибернетка. Еще один пилончик пошел сейчас. Слов Хэнс. Стройлеру побеждать. Хороший анализ игры, слушай. Где научился так? Пацанам только в чатике не говори, а то они думают, трениться надо там все дела. И нашим зергам всем. Конечно, будет запись стрима этого. Вобролига уже выложена и обрабатывается. К утру, думаю, обработается. Ну а это, когда стримлю выкладывать начну. Соответственно, тоже на YouTube. Все будет на YouTube, тут как бы все официально. Естественно, нашего Бролига плюс он стоит официально тоже. Гидлер, Руллёй катали на ладере. На сумеречных башнях меня там взыркнул. Но там в основном потеря позиции по причине поражения. Не три-четыре раза, а больше один раз происходило. то есть там такие у друга немножко другая была ошибка у него тоже позиционирование армию не собрал на самом деле игра победная для него была просто нужно было собрать армию дестабилизаторами дестабилизаторы должны были быть с основной армией а вот этот четвертый нехт на 6 часах отбивать просто там адепты какие-то не знаю что не заход так здесь нет устраиваться улопу певсибрисову прохлада тут какой-то на придумал ну что третий нехт почти готов роба уснуто так уснуто роучи линги леера нет абсолютно очевидный роучи реводжера линга врыв может быть и с королевами но через какой проход через этот так как мне кажется не очень как-то так выдвигается снуд даже без королев он собирается атаковать нас куэль лейер зафилин там чарльз пошел где фаербол это быстрее камни пробиваться будет без фаербол это камни пробивает камни падают ну что готовится тут принимать бой конечно дрога но уже линги ворвались верча же падает помаленько так имморт в центре выходит другого направления принимает снуд бой с ними так позиция так себе и переходит в экономику то есть обманывает друга типа я сейчас пушу улыню но он не улынет снуд здесь архива темп ларчиков уже то есть будет архонок это все добавлен саплай в друга блок саплай дрога саплай дрога получил блок сейчас шесть пилонов строит а это еще а он получил пищу пилонов навыбивал четвертая хат пошла гидроден кстати в спайр мне кажется вот на этой карте вообще не тип посмотрите какой тут микс просто мута импособл отбить просто вообще сейчас шпиль ставить просто гидроден и шпиль ну как бы если видишь что ломанулся просто вперед что-то конечно до заказ просто делать ну постоянно бегать а если нет то просто мутаюсь правда что моя собака играет в платиной лиге в алмаз недавно перешел чалик горит уроки у зерга собирался брать я его чуть из дома не выгнал за это как бы ну передумал он короче будет трениться много просто ну может я ему под благо там тоже подкачу выходит дрога вперед зажимает снута кстати смотрите как хорошо стоят у снута эволюшина но его это не спасает по моему сейчас что эволюшина его хорошо стоит потерни пока по лимиту пока не полный провал ну вот сейчас уже провал начинается лимиты очень близки становятся дрога проблевает эволюшина здесь брудлинги отвлекают буквально пару секунд они это делают ревотеры доморфливаются новые добавляются плюс роучи выходит вот тут 321 нужно с рабочими драться вперед идти снута он это понимает прекрасно фаерболы на призму летят на призму мало фаерболов нужно прирост было выбить снутик что ж ты делаешь призму не выбивает ошибка но кстати отбивается в целом здесь теряет всех скалкеров там друга все 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 вообще теряет снуд потерял экономики большую часть но боевой лимит хороший нужно вперед идти но снуд вперед не идет а смысл тогда ну ты и рабов потратил боевого больше ну решил отмазить экономику ну тут нужен какой-то свитч вот опять же спайр бы сейчас подрешал здесь просто нет возможности в строги какие-то перейти и и 4 леркера с ним делает но тут и мне число уже кашнику и грубую тять построить ну что, сбиваясь в призму наконец-таки так, говорили, да, что кто-то какой-то спамит какую-то хрень вот сообщение приходит добавляю в игнор просто и все об этом уже кто-то писал в конте, я видел 146-152 ну, держится а, посмотрите, у дрога, знаете, в чем интересный момент заключается грейдов-то у дрога не было, только сейчас заказывает так, ну что шторма нет у дрога, но микс конечно жесточайший, такой сплэшик смотрите, вокруг такие охраняют стэк внутри ну, свои же тут эволюшины шатают четвертый у хату, кстати, дрогу убил развод на мейн призма идет 200 лимита дрога, суток, кстати, мало лимита здесь сделки прыгают, но хатку здесь ура, охраняют, понимая дрогу, что тяжело будет что-либо сделать здесь призма уходит, сделки нарубили на мейне просто, да, нормально короче, нарубили хата минус, просто растоптали, пришли всю базу здесь юниты дрога нужно спускаться вниз делков тут еле-еле отбил на мейне 487 парабам, что-то снук туда-сюда рыпается, пытается забегание какие-то делать дрога идет вперед, а нужно ли было сюда идти нарубил в такой проход конечно, ответ отрицательный это называется, как проиграть игру выигранную сейчас знаете, что дрога лучше делать фаербол отнута имморталы не отводятся еле-еле телепортнул какую-то там вообще незначительную часть армии 62-28, ну пора, боевого лимита больше намного ну дрога, кстати, отмасится несмотря на это все дело это niesболковое лимитие какой-то вот тащи это чтобы что-то что-то может быть Ну, что-то беготня взад-вперед идет, жесткая здесь, я смотрю. 125-130, Снут еще до сих пор не проиграл, но вот Снут тоже потерпеть любит, типа вердоса посидеть. Вперед не ногой называется, у него-то раса такая. Вайперы всякие появляются там, всякая такая тема, экономика есть. Снут уже устал немножечко, и стрим-то как бы с 12-30 идет примерно, то есть уже 10 часов идет. Меняет криптумор эту Дрогу Снуту, опять по лимиту, то есть у Дрога экономика он просто мастится, ни шторм не пытается не сделать, Микс просто, ну, реально мясо, просто зилки и морт в архонах, все, ничего больше Дрога не делает. Ни грейдов не пытается много добавить, там, ни шторм сюда не особо. Спасибо, слайдер, четыре шестерки, всех с наступающими праздниками. Так, ну что, притягивает Снут сейчас Архончика к люре, но Дрога решил на Аклике вперед пойти и убил Снуту всех люров сверху. С лоу-граунда тоже люра падает, Архоны их вместе с эмортлами разваливают очень хорошо. Снут не пытается покуснуть обтяжьев, это ошибка очень большая с его стороны. Дрога у тебя минус, все, здесь минус, еще в мясо, 112,74, но вот это точная ГГЛОУПЛЕЙ. Ну что же, третья игра придется, третью придется смотреть, ну, игры хорошие, мясные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Так, может быть, и было бы прикольно Так, отписал Даша, с дамой, прошу прощения Ну что, 1 на 1 Так, сейчас я закапаюсь, погодите Глаза подустали немножечко Сейчас будет встать прогуляться немножко Наш пилон атакован Наш пилон атакован Так, ребят, все Здесь я Здесь пилончиком дрога подвлочил немножко А, он 2 хаты подвлочил Прямо у самого нексу ставится Зелочек кибернетка Здесь еще один пилон сейчас пойдет Газ всего один пока Ну, кстати, как-то Я бы не сказал, что прям в диком плюсе дрога остался После всех этих блоков Надо, наверное, на пилоне пытаться было гейт еще запилить Чтобы еще дольше вторую блочить хату В итоге он 2 просто заказывает И не дико сильно отстает Хотя, с другой стороны у дрогов плюс по рабочим Так, в минералах 16 Все, да Здесь добыча идеальная Точка сбора на вторую базу пошла Точка сбора на вторую базу пошла Ну что, нексуски бустятся сейчас Третью уже дрога ставят Ну, тут 3 хаты сейчас Старгейт у друга Здесь у нас, соответственно Раскачиваются хаты Пока в предыдущих играх как-то дрога переигрывал Смута, на самом деле Как мне показалось Зазордж поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно Помич, сбрасывай пыль с мышки Нам нужны герои Давай врыв Топ-1 СНГ Новая надежда Помич наносит ответный удар И возвращение помидора Спасибо за зорк Мне бы в комнату для начала переехать Вот Наносит ответный удар Не, ну удар-то ответный можно нанести Ну поверь мне, это надо где-то месяца 2 По 8 часов под треницей Чтобы что-то вообще было более-менее Но я обещаю, что в ФП я буду играть В любом случае понемножечку Для начала выйти в ГМЛ 100% Произойдет это в ближайшее время В следующем-то сезоне 1000% Ну и об этом я думаю, успею Хотя не знаю, что еще эта тема Ну что, ребят Так, задержка 3 минуты Какой текст, о чем ты говоришь Текст ты позже услышишь Не обращала Внимание еще там Если чат какой-то был от Дрога Я на игру обращаю внимание Так, сейчас чуть не вышел из игры Прошу прощения 2 роба от Дрога добавляюсь По лимиту нормальная у него ситуация А Раку, правда, ничего не нахарасил Практически уснуто И Спайр, и Гидроден Не знаю, что там по России 24 показывают Там, наверное, шляпу какую-нибудь показывают По Старкрафту там явно ничего нету Так, Оракул висит Спасибо за поддержку Все у нас что-то Залетают у нас призмы сейчас Да начнутся проблемы на мэне Уснута 4 делка Дрога Не так много они здесь разваливают И вот уже мутка поперла Обратите внимание Внутри муталяк всего уснута Это как раз таки, чтобы призму убивать Больше она ни для чего уснута не нужна Барабам плюс И четвертая хата Вовсюду добывается Ближнюю пропсу Единственная опасность здесь Узелков можно дропнуть вот сюда Иначе они погибнут Прямо в призме Дайте им шанс-то Может уйти через камни А нет, фениксы прикрывают То нормально, узелки ушли Можно камни начать убивать Долго Гидра Что-то реагировал Гидрой снут Дал убить В общем-то Своего Своего муталяска Рейнджовые грейды Так 2-1 рейнджовый Еще 16 гидралов Уснут 156-109 По лимиту По лимиту Просто колоссальная Снута преимущество Сейчас Рейндж мув гидры Сейчас будет готов Попытка Уснуть оракулу Так Оракула под гидру Какой царь Снута Приманил Убил Красавец Вот как надо действовать В таких ситуациях Хладнокровно Так Заходят линги Линги отдает Не Смотрите Ну это линги Они очень тоненькие Они просачиваются В любой Спалил Зачем Сейчас Вот зачем Снут взял И спалил Всю гидру Свою В итоге Дрога Понимаешь Здесь что-то Многовато Юнитов Вот сейчас 168 Ну 120 170 Можно ворваться Нет На турнирчике Вы меня точно Не увидите Пока А это еще С люрой Я турнирчике Вообще не планирую Играть Я здесь Так Для Понимания Игры Играю Просто Ну она Для турниров Там еще Далеко В турнирах Там Ой-ой-ой Еще Круячик Круячик Так Ну что Люра есть Копается Люра Усну 6 часов Пытается Занять Далеко Копается Приди вот сюда Перекопай Вообще Весь периметр И Хрен Что там Дрога Сделать Сколько Люрой Уже 11 Люкеров Кэш Можно Идти Вперед Еще Люра Поближе Подведи Снутик Чтобы Она Атаковала Так Спускается Ближе Шторма Ну хотя Даже если Шторм Будет На Люру Тяжело Будет Шторм Подойти Дрог Весь периметр Люрой Перекрыть Вот такое Со штормом Уже В чем Прикол Люры Со штормом Такое Нереально Убивать А вот Дестабилизаторами Замечательно Стрелять Ревелейшн На Люру Похож Пошел Дрога Сплитится Заходит Вперед Сейчас На Гидру На Люру Какие Штормы Ничайшие Пошли Ну Люра Она живучая Под Штормом ХП много Заходит Дрога Снут Его просто Разваливает Сейчас Не хватает По-моему Юнитов Сделки Прыгают Ну Люра Какой демедж Она гигантский Наносит Копать Заново На Долюру Теперь Она на автомате Не вкапывается Как раньше 90 на 170 Снут Берет Просто Дрогу Убивает В этом Проходе 22 Гидры До заказ Здесь До варф Уже Никак Не спасет Нексус Четвертый Падает Минус Дрога Снут Выигрывает И будет Убедительно В парах Вытермал Харстом Драться Доланцев Кстати говоря Мазеркор Вылетает Сразу Уничтожен Оказывается Ядра Сюда Дотекает Дотекание Просто Гигантское 70 лимита Дрога Что-то Он сидит Что-то Хочет Сделать Не понимаю Вегет Дрога Пишет Изи Снут Какая графа у меня Там комбинированная Не максимальная Она точно Средненькие В основном Модельки Высокие Текстуры Ультра Парты Это нужно Убрать 3D Нафиг Не нужно Харстом Ютермал Тоже Что-то Игра Пока Не состоялась Здесь Ламба С Марин Лордом Бьются Вердоса Так До Вердоса Тут Нам Шар Гуру Лил Ушатал Кстати Здесь Трезер Вердоса Уйдут Можно было Посыграть По-моему На самом Деле Вердоса Кутане Может Придет Еще Будем ждать Куда Ворваться Там Еще Все Впереди Я Игрю Пока Рано Мне Играть Если Буду Так Стабильно Играть Хотя Бо По Дня Три В Неделю Часа По Три Тогда Можно Что-то Хотя Поиграть Оп Ютермал Кстати Против Снута Будет Биться Опа Папа Матч Реванш Ютермал Снута Вот Это Уже Интересно За Квоту Вырывается Будем Сюда По Ходу Дело Или Ламба Майн Лорд У меня Лично В Листе Есть Что Называется Так Что Будем Запрыгивать Туда Туда я думаю они быстро будут начинать потому что уже время не мало в лузерах тоже события стремительно развиваются в лузерах в лузерах в лузерах в лузерах Продолжение следует... 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 Привет всем еще раз! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну с внутренним термалом мы определенно ждем, а вот получится ли до куда-то ворваться, это хороший вопрос. Сейчас я встану, ребят, пока ничего не происходит, на секундочку отлучусь. Продолжение следует... 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 выход пошел от хиллера щиты циклоны кстати третий нексус отменять вообще просто на ура сейчас маня абсолютно нечем будет отбивать так оракул здесь врывается это мул кидается ошибочно новейший мул мана разваливает мана мула в итоге последнюю секунду и оракул погиб в итоге ну все пришел хиллер и нексус мани посмотрите отменил на халяву ничего здесь не сможет сделать ну по экономике плюсик это странная вообще игра здесь идет еще и соплай блок пилонов там на отменял хиллер поднимается циклон номер один номер два тоже поднимается марик и фениксов при этом фокусе центре отводится с гладиан шилдом мана тут хорош за контролем очень хорошо сейчас развел оппонента очень грамотно потери кстати почти одинаковые и если так как это и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 вообще здесь вот ламба первая кто код получает немец кстати ну что смотрим ветер мальчик как обычно свою тему вот это откатывает биома смаз биом это в в в и в в так ну что ребят я вам стрим рубил у вас получается шестиминутная задержка будет так как здесь три минуты у меня три минута 200 в 200 и у термал против снута кстати не пропустить бы тут замес на на прошел уже 12 минут еще в игре все значит еще пока не кончится 10 минута 3 точно с тем паче и термал пошел замес заходит на снуту ну кстати кажется отбивается он или нет еще не пойму нет здесь у термал разваливает но снут смотрите да заказ хорошего снута очень 23 ручи термал тут под фаерболами ходит кажется снов все-таки здесь отбивается или все же нет нет ручь успеют выйти снут с вновь вышедшими ручьими нормально битву примет сейчас ну что но это фактически улыновая тема тю термала 3 3 возможности сделать не здесь нет никакой прессинг постоянно идет по лимиту проседает тут очень много реводжеров уже уснута разбирает камни все там разбирает все еще в игре ваш прощение здесь она в любой момент может кончиться учитывая трехминутную задержку уже постоянно проверять что я хочу следующую из игры постримить на ману отвлеклись вот в итоге так произошло так 170 у термала собирается он ломится насколько я вижу на ману на снута но пока не наламывается контролем термала как обычно замечательно все еще игра идет тут еще не не развязка далеко стимпатча и термал полетел вперед позиция какая-то странная фаербола падает микоза емок и микоза здесь замечательные залетают кажется разваливается внутри термал термал не готов пока сдаваться между прочим ну вот по логике вещей термала бы в 3 3 переходить грейд и это усилило бы и убил но он не может этого сделать так 17 минут уже вот здесь 17 ну да получать здесь еще только 12 идет так смут сам поломился на и термала смотрю ли еще нет пока нет собирается вроде ломиться димага ожидают испугался что там димага димага что-то катает тоже там и термал уже четвертую пытаются занять планетар кстати по моему будет 200 термала вот 33 пошло что что мешало в 33 до этого заказать так что летят либератор но либератор против такого количества рейвозеров да успокойся и термал только разложился сразу минус либератора получил бесполезно вообще так 17 минут в игре все еще в игре значит справился но и термал 200 от масел принципе лимита все в порядке 3 ты делается либератора есть вот какой-то выход вашу смотрю кстати 33 раньше чем и термала будет поэтому нужно быть предельно внимательно опасные фаер булами коза снуд все промазал и термал еле-еле ушел на ушел 33 не готовую термала сну собирается на четвертую наламываться здесь планетарка между прочим так и термал заходит фаерболы пошли посмотреть сколько фаерболов моментально просто планетар очка падает пытаются и термал идти вперед сзади заходит часть био либератор раскладывается эти как и термал 10 ну то просто ё-моё какой прием жесткий 200 термала там 170 ну то но с бериты медиваки фаерболы вновь и вновь падают микоза сильно очень решают снут миллиард роучи заказывает если быть точно 29 в итоге по лимиту проседает снут у нас блин по два либератора за удар забирают по лимит проседает у термалу только за счет до заказа снут решать так захожу в игру отлично успел давайте досмотрим эту все все готовьтесь начинается игра я здесь хочу досмотреть 177 ну тут видно сну что победил что 77 133 по лимиту соответственно и уснута запас ресурсов гораздо больше чем у термала вообще вот этот профи термала до рассчитан на начальную стадию ну то это хорошая задумка не такое до бесконечности не работают рано или поздно просто смогут и термалу проблевать уже практически со второго раза начинает это делать ну что здесь кто-то последний должен быть замес в игре я так понимаю хорошо хорошо друг 3 инфеста разобрел реводжер разобрел гу термал но экономики не хватило уснут уже караптеров много пошел в замес 50 лимита разница боевого конечный термал не сможет выдержать хотя караптер вот например они здесь кстати учитывая преимущество по боевому лимиту смута караптера далеко не бесполезно они просто под шумок стирают всех медиваков сверху и термал гг пишет сейчас ну что 1 0 снут вторая играю термал против нужно пользователь спайк активировал премиум на ваш канал спайк спасибо тебе вертучу как протестировать премиум насколько оно лучше на ггплеере есть тестовый премиум нужно зайти проверить оно значительно лучше чем высокая чем твич хотя говорят на твиче как бы чуть выше чем высокая качестве не знаю чем это связано в любом случае премиум только премиум соус у меня сейчас 45 фпс 4к битрейт сейчас у вас не тянет круг ну будем вратом разбираться в ближайшем будущем посмотрим там что и как для начала комнату переселюсь да и когда не будет свободно и вообще несколько дней хотя бы что с компом что-то заморочиться покажет это стриминг и я везде так сейчас я проверю сеточку сейчас так ну что марики прогоняю от овера сейчас сейчас посмотрим в игре ливердос так ну что 1-0 снуд ведет смотрим вторую игру здесь у нас роще здесь уже третью цичку термал ставить сейчас грейды пойдут не думаю что игра будет быстро не знаю будет ливердос сейчас ваши войска атакованы атакованы ну что врываются здесь медиваки марики снуку на третью хату проблема явная у снуда здесь наблюдаются в итоге так фаерболы падают мимо действительно пытается роще но одного роще отфокусил по-моему одного не двух отфокусил сейчас ветермал снуд еще дрончиков восстанавливает нету лейра но есть реводжер с роущими и клинговый ногов печальный билд ну что то и фермал не согласен Линго Беллингов он этим билдом расстёбывает просто на ура. Ну конечно не от всех игроков, но игру какие-то построятся, но если не ждут, то там такое количество билов и термал очень хорошая контроль. На тестовом премиуме такая же картинка, как и не на тестовом соответственно, понятно, она хорошая. Так, четыре барака и термал строят. Ну что, к вердосу на второй ворвёмся. Не буду выходить уже из финала Венеров, здесь игра в самом разгаре. Достримим здесь 128-112, потому что многие скажут, куда я выхожу, зачем. Но у ютермала здесь всё хорошо, я скажу вам в этой игре. 2-2 грейды делаются и... Бараков добав... Ой, сколько бараков. Три лабы здесь добавляется, бараков просто миллиард. Сканет ютермал, куда он сканет вообще? Сюда крип выбивает, сканет рядом с четвёртой хатой. Крип выбивает, загружается, улетает. По грейдам 2-2 в 1-1 будет. Исключить, можно ли высказать, исключить, что он 2-2 не проклеив каждого юта отдельно. Однотипного можно. Ctrl выбирать однотипным, Shift добавлять. Если ты вот так вот делаешь, Ctrl-Shift зажимаешь, ты прибавляешь однотипным. Соответственно, у тебя как всё вместе, ты можешь как бы... Погодите, кстати, на счёт тут добавлять точно можно, а что-то исключать... Исключать вот по картинке, по этой клику, по вот этому нифига не буду. По обычным только добавлять, а в Ctrl-Shift можно исключать через Ctrl-Shift. Игра приостановлена. Ctrl можно выбирать однотипный, просто Ctrl без Shift зажимаешь. Если через Shift, если просто Shift жмёшь, то по одному исключаешь. Вот так вот. Многие, кстати, я помню давно когда-то говорил, некоторые люди не знали про это. Ну а так вот, да, чик-чик, Ctrl-Shift жмёшь и по типу добавляешь как бы по одному, если хочешь. Игра возобновлена. Ну что, возобновляет Снут игру, 190-199. Заходит Ютермал, 200 Ютермала, 2-2 в 1-1 грейд, преимущество просто гигантское. Симпакт проходит частью за минеральную линию, частью наламывается в лоб. Получает микозы жёсткие, но очень на самом деле разваливает это био перегрейженное Снута сейчас. Снута заказ делает. Ну, кстати, вот сюда, как мне кажется, как мне кажется, как мне видится этот бой, если бы Ютермал зашёл через этот проход, вероятность убить была бы больше, потому что он полез вот сюда и как-то далеко. Прирост шёл, во-первых, здесь прирост был ближе, во-вторых, здесь достаточно узко было и на ХГ поднимался. Здесь, хотя, тоже достаточно пространства для 200 лимитового, такое маленькое, но здесь хотя бы хайграунда нет, то есть здесь видно, где Снут находится, там как сплетить и т.д. и т.д. и т.д. Пошёл дробщик, 3-3 Ютермал заказывает, в этот раз логичное продолжение логическое делает. 166, 166, 10. Ну, он ждёт, кстати, на майне. Ну, что здесь? Два руча, два реводжера и королева, что ли? Ну, это же смешно. Так, перерупываются на хайграунд. Сейчас Ютермал отходит частью домой. Ну, добавляется продакшн большой, 8 мариков, 4 мародёра, это много реально. 1, 2, 3, 4 барака с реакторами, 5 барак, 10 мариков, 4 мародёра Ютермал может добавлять на самом деле. Пробивает камни. Здесь уже одни камни Ютермал пробил. Видит Овера вообще? Нет, не видит. Знаете, Снут видит, тут с двух сторон просто идёт врыв. И Снут на халяву всё это спалил. Здесь ещё одни камни Ютермал пробил. А зачем пробил камни и открыл проход оппоненту к себе? Непонятно. Кстати, вот здесь наламываться можно было бы замечать Ютермалу с его контролем. Можно как было бы сделать? Вот, часть Юнику сюда ломится. Два медивака грузануть, дрогнуться вот сюда. И они с ХГ прикрывали бы. Вот это такой бы фронт интересный бы был. Здесь как-то тяжело. Здесь везде очень проходы такие, что Микоз будет просто на ура заходить на самом деле. То есть Ютермал правильно всё понимает. Часть нужно заводить с ХГ, часть заводить через центр. Так, снизу на лоу-граунд дерётся. Что ж ты делаешь, ты ветерманщик? Заходи уже. Фронт занимает. Заходит, занимает позицию 170 на 190. Микозы сейчас могут пройти. Как же марики-мародёры просто. Какой у них просто ДПС колоссальный. Посмотрите, какой фарш они стирают. Просто жесть. Невероятный ДПС у него юнитов. Но Снут, кстати говоря, гигантский дозаказ делает. И, кстати говоря, он скорее всего здесь отобьётся. Тем более сейчас будет ситуация... Хотя она недолго будет ситуация. Но будет 2-2 в 2-2. То есть 3-3 пока у Ютермала не доделались. Ну сейчас доделаюсь в 3-3. Пачку ты так просто не исключишь. Скорее всего. Тут контроль. Тут просто контроль. И это называется... Не вали болезнью одного контрола. Просто бинди... Ну там для обороны группу в другой контрол. Всё как бы. Потому что если у тебя всё в одном бинде бегает, ты там уже задолбаешься всё это отделять. Пытается Ютермал как-то развести передропаться. Пока Снуд держится. Ручами успевает приходить во всех направлениях отбиваться. Мехоза много. По лимиту в плюсе, кстати говоря, 3-3 делает. Ну здесь 3-3, кстати, уже готово. Ну вот проблема микса этого, что Ютермалу ДПС гигантский. Ну вот Смехоз не втягивает Ютермалу. Смехоз. Плюс вот технологии Снуд. Снуд сейчас уже, наверное, понемножку будет ультру либо грудов добавлять. Не знаю. Мистер Растов. 100 пикоинов на СК-2. Я вижу. Спасибо тебе большое, мистер Растов. Так, ломятся Ютермалу. А Снуд сейчас на четвёртую базу. Не вижу здесь инфесторов. Инфесторы где-то заблудились. Гуляли вообще они вдалеке. Где Мехоза? 167-156. Неужели Ютермал? Не, ну эту базу абсолютно очевидно. Ютермал просто уничтожает Снуд. Суд до заказ делает. Его 200 будет сейчас. Не решился драться с Ютермалом. 3-3 грейды не готовы, не спешит поэтому. Ну что, сплитик идёт. Сплитик идёт. Третий армор. У Снуд доделается. Третий атак сейчас тоже доделается. Здесь спорка ставится. Блин, У Снуд контролит просто на ура сейчас. Посмотрите, спорочка перекапывается. Не стал юнитов вообще туда заводить. Сваливает Ютермал. Здесь два рейдера. Спорка ещё. Ютермал смущается наверх. Уже такой макро пошло. Ну вот сейчас, когда столько басу Ютермала. Пора уже с Био слезть. Не то же слезть как бы. Био нужно, но нужно делать, начинать грейды на иллибераторов. К примеру, добавлять. Очень важно. И нужно начинать добавлять, в общем-то, юнитов, иллибераторов самих. Фаерболы падают. Хорошо, там несколько медиваков. Сейчас Снуд Ютермал сбрил. Идёт Снуд вниз на лоу-граунд. Фаерболы падают. У Куилю термалоконтроль. Посмотрите, всё уворачивается. 200, там позиция. Если на таких мариков, на позицию как-то криво занять, наломиться по левому. Они просто развалят хлам. Сканы постоянно идут сейчас. Ютермалоконтроль. Чтобы знать, куда Снуд Ютермалку позицию занимают. Фаерболы пошли. Био просто с разных сторон наломается. Реводжеры остаются фактически без прикрытия. А реводжеры без прикрытия очень юнит мягенький. Но Снуду хватает экономики сейчас. Он разваливает у Термала 115-140. Опять же, ну вот эта база на 9 погибла. Не нужно было её терять на самом деле. Сейчас она... Каждая база цена для Снуду. У Термала там сколько добывается всего. Так, здесь у нас что? Био копит 150-180. Но Снуд постоянно в плюсе по лимиту идёт сейчас. Ютермал умудряется найти уязвимые места. И всё, с Био не хочет слезать. Посмотрите. То есть всё логическое продолжение Ютермала это больше Био. То есть он чисто продакшеном давит сейчас. И в принципе. То есть он не хочет в принципе делать какие-то другие грейды и миксовать к этому Био что-то другое. Самый интересный момент, я вам хочу сказать, заключается в том, что у Ютермала рабочих больше, чем у Снуду. У Тирана больше, чем у Зерга. За счёт этого у Снуду создаётся преимущество по... Вогнал в землю просто дроп. И сверху ещё лишних фаерболов упало. У Снуду создаётся преимущество по Био лимиту в тридцатку. Хотя... Ну, в данном случае, кстати, не 200. 200. Но десяточка в любом случае у Снуду плюсе будет. Даже при 200-200. Идёт вперёд. Пытается Ютермала нагнать Снуд сейчас. Ютермал пытается сплитануться. Снуд видит это. Роучер элажеров много. Плюс микоз. Ну, Снуд, кстати, только такой микс использует. Ютермал карп. Очень хороший сплит сейчас делает Ютермал. Отходит наверх. Видит, где Снуд находится. Постоянно подводит, отводит. Для чего это Ютермал делает? Обратите внимание на его работу. Гигантскую работу проделывает. Для того, чтобы позиция идеальным полукругом была вокруг этой армии. Потому что, если одна группа где-то запоздает, это может сказаться на всём замесе. Смещается Снуд вниз. ПМ-чик 340, 389. Уснуто. Уснуто. Спайер пошёл. Здесь что-то КСН-ки ходит. Это отдача. Ютермал убирает этот лимит. Ютермал в это время вниз заходит. Снуд, ты что-то позицию-то потерял. Ё-моё. Все армии бегает. Ютермала пропустил просто к себе на 9 часов. Пропустил к себе вообще домой. Гастов хотя бы Ютермал, не знаю, добавлял одно-два ЕМП. Может, гасты-то грыды на них не нужны. Просто с его контролем даже можно один медивак выделить, 4 гаста. Вот на халяву. Здесь ничего по воздуху не стреляет. Только микоз есть. Но славил момент. Ракуай поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. За отличные стримы. Залетел как-то в био и ЕМП. Вообще замечательно будет. Спасибо, Фракуай. Тебе большое за поддержку. Всем спасибо, ребят. Очень приятно. Здесь что-то Снуд пытается поймать медиваки. Ничего не получается. Ютермал пытается прирост подвести. Заметил. Блин. Смотрите, как он идеально контролит. Приводит прирост. Не отдает. С разных сторон зашел. Здесь группа вообще дерется с хатой. Не замечает пока Ютермал. Но сзади зато прирост подошел. Снуд принял бой. И по лимитам-то равная вот эта ситуация. Но Снуд запас больше. Снуд потерял хату. Снуд пытается выбить все. Ютермал бегом наверх побежал. Пытается убить. Снуд там караптера. Ничего дробов боится видимо. Ютермал тащит по экономике сейчас. Обратите внимание. Так, хату очередную потерял. По аэрболу, ну все, здесь разваливает. Но деваки взрываются. В это время Ютермал пытается убить хаев. Четырьмя мародерами. Кажется, четыре юнида. Ну какой гигантский ДПС по зданиям просто. Тринадцать дэмэджа. Двух рук. Двадцать шесть. Здесь одна броня. То есть двадцать четыре дэмэджа. По хате касты наносит. Вирдоса против Тефеля обязательно. Но следующую игру, если успеем. Из этой игры уже я смысла не выжил. Выходите. За место рождения минералов выработано. Замес здесь нахрен идет. Вооружен и опасен. Пошло, поехало. Трудовым партизом принял. Сейчас ровно не прячет мне будет точно. Давай, удиви меня. Спасибо всем, ребят, за поддержку еще раз. Так, десять четыре мародера все еще шатают мейн. Чуть брудлинги их не погрызли сейчас. Опять сейчас погоня с брудлингами будет. Не, никого не погрызли. Хорошо, стоят обровень дэмэдж. Приняли чисто по-братски. Никто не забоялся. Ну что, термал что-то ждет. Сейчас дождется он грудов, собственно говоря, от Снуту. Снут уже наверх пересидем. Выселили Снуту. Снута вон где хайп в итоге появляется. Есть убивцы-мародеры. Восемь. Десять. Восемь. Четыре. Два по вотим. Десять и четыре. Четырнадцать без шестнадцать. Тридцаточка. Развалены этими мародерами. Юнитов еще здание не разваливали. Хотя там часть брудлингов, конечно. Сейчас вот этому точно не поздоровятся. А, брудлинги с нулем атаки. Все, понял. Они не могут просто выгрызть. Пофиг вообще на брудлингов. Герои-мародеры идут просто освобождают земли от жергов. Как будто так и надо. Снут вообще на них внимания не обращает. Спас бы их уже. Плюс мораль какая была бы. Пришли ручьи. Отгеройствовали. Мародеры погорели. Спасите, помогите, говорит Марик. Ну нет. Никто не спасет Марика. Улетел. Улетел Ютермал. Он еще тот мясник. Он био просто. Потрошитель. Ну что, двести почти Ютермал. О! Гасты пошли. Гасты уже интересно. Против брудов, против инфесторов. Кстати, да. Все-таки Ютермал не настолько робот, чтобы как всю игру. Вообще вот так вот, как Мару раньше любил. Бегать одним био. У него тоже круто получалось, конечно. Очень даже. Но иногда проигрывал он Протсом. Особенно катом. Ходци, Калус, Штормы уже бегают. И двести он пытается био. Все это разводить. Прошу прощения, что я. Зеваю уже. Так. Рапторы прилетели, говорит. Где у вас здесь туалет? А вот, говорит, какая-то штука стоит. Крутят здесь с пушками своими. Наверное, здесь нужно сзади сходить за гаражом, за этим большим. Что-то Ютермала как-то много реально. Бас. Фаерболы. С запасом ухнутые. Фаерболы все туда кидают. Ютермал уже делает свитч более качественный элемент с не только Марико-Мародера, но и гастов. Одиннадцать уже штук есть. Плюс пять строится. Шестнадцать будет гастов. Это реально много. Сканит Ютермал. Видит ли сунг гастов с этим? Не знаю, не обратил внимания. Карапторы что-то на халяву просто. Все здания ушатывают в итоге. Часть билла засадил Ютермал. Гастов. Все, шестнадцать гастов. Нужно брать всех в итоге вперед. Нужно идти и как-бы биться. Ничего не, кстати, по воздуху не помешало Ютермал. Вот если бы он еще добавлял грейды, чтобы не просто как-бы... Не чтобы именно там по плану делать, а чтобы хотя бы гипотетически какой-то сделать свитч. Возможность была. То есть было бы у него три атаки на воду. Туда еще викингов несколько штучек добавить, чтобы они карапторов шатали просто. Убить КСМ-ок там, добывать мулами одними. Все КСМ-как 40. Ну, можно еще меньше тирана оставлять на такой стадии. Мулами чисто добывать. Более там СЦ-шки эти строят. Снайпер-шоты минус парочку. Реводжеров еще. Так, скорпу на халяву собирается шатнуть Ютермал. Гасты все в кучу стоят. Аккуратнее с Гастами нужно быть. Деваки теряются. Это косяк от Ютермала. Ну, снайпернуть королев можно было? Нет, он снайпернул. Ну, не знаю, почему снуд в ультралах не добавлял. Хотя, иногда он добавлял раньше ультралах к миксу. Грейдов не было. Ну, что-то боялся, что Ютермал, наверное, развалит и он катит хорошо. Может, опыт уже игры есть в ультралах. Что-то затянули здесь, конечно, игру очень сильно. Ютермал не может добить снуда. Снуд. Посмотрите, у Ютермала полкарты, а снуд с трех баз запас 4к на 2,5 создал. Ну, что ты будешь делать, а? И на воздух. В чем снуд сейчас делает? Вот, кстати, обратите внимание. Я постоянно на зергов ругался, критиковал, что они армор не делают нормально, воздушный. Но в данном случае нужно признать и понять, что здесь нужно снуду делать наоборот не армор, а атаку на воздух. Почему? Потому что не собирается никаких либераторов и тюрьмал добавлять, и это понятно. Здесь лучше бы бруды по земле с дэмэджем больше стреляли. Кстати, характерами СЦшку еще одну снуд палил зеленочкой. Минус СЦшка. Сканы идут по всем направлениям сейчас. Сплетится ютермал. Гастов 16 штук, такая ровненькая группа по 8. Выбивает хатку, отступает уже. Здесь бруды. Паш, сколько брудов. Ютермал видит, что бруды есть. Бруды это уже, конечно, опасно. Плюс еще, ну вот, прикол в чем. Вот этот армор, то есть он ничем не поможет, например, от вот этих ребят, которые просто по 170 пиу-пиу делают. И еще проблема у ютермала очень большая. Кстати, где хоть одна планетарка, блин, приходит Снуд, на халяву шатает. Все затянулось в итоге очень жестко. У караптера, блин, недержание у Снуда сегодня в этой игре, у караптера. Ну, втроем-то такое... Втроем мне зассать такую площадь. Я извиняюсь. Уже подустал, ребят, честно говоря. Юморок пошел такой. Юморок тупежа, что называется. Стрим идет уже фактически. Да, 12 часов уже стрим идет. Это серьезно. Постоянные сканы идут. Так, под фаербулы ютермалок падает. Здесь столько фаербулок, что они просто не прекращают падать у Снуда там сверху. Заказ. Ага. Понял ютермальчик-то, понял, что без воздуха здесь тяжко ему будет житься. В итоге заказывает либераторов, но... То, что я и говорил. Армори-то есть давно. Делай грейды на воздух просто. Ну, сильно здесь не просядет твой билд от этих грейдов. Ну, про трансы здесь нет королевы, ошибки. Нужно бы ничего не потерять. Если что, то ровучи ходят, либераторы их отбивают. Ну, снут находит уязвимое место. Ну, новая либератора выходит. Все перекрыто в итоге. Ровучи закопались, уползают. 7300 на 3700 уснуки. Вы что, взверели, ребята? Плюс один готов. На либераторов еще крылья заказывает. Свич хочет ютермал делать. 174 боевого на 150. Замес знатный, конечно, здесь планируется. Кто как расконтролит. Хороший вопрос. Ну, у тирана смертоносный, конечно. Микс гастов 16, как бы было. Так, один сейчас погиб, по-моему, гаст. То ли труды на него клюнули, то ли я не понял, что произошло. Под Микуту попасть все равно ГГ сразу же. Ну, у либератора 4 ютермал отстроил, и все. Ну, как-то не зайти, откуда гастами можно будет. Пострелять нормально. Тут выделяет лимит. На 6 часах ломается. Сэшку ютермалов. Ютермала минералов, между прочим, нет. Орбиталок миллиард. Кинь ты мулов-то куда-нибудь. А некуда кидать мулов. Так, идет вперед. 9100 на 4100. Ну, все бы нормально, если бы не запас этот провальный ютермал. Все, не успел воздух добавить. Бруды в итоге шатают. Инфесторы Мико закидают. Снут разваливает. Ветерналы сейчас пойдут. Фаерболы пошел вперед. Вот гасты не подрешали. Брудов чем-то гонять нужно. Тогда идеально это все посмотрелось. Ветерналы снут 2-0. Так, Тифель 2-0 вердосу уже успел нагнуть когда-то. Либо вердос отказался что-ли играть. . . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я здесь, у термал сдаётся... Секундочку... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я б Харстом и Лейзер бы посмотрел... Так, и Лейзер здесь вообще нет... Харстом не в игре... Ну что, два Зерга квалифицирован... Уже Ламба и Снут... Как контролить... Берёшь мышку... Жмёшь на правую кнопку... На левую... Берёшь клавиатуру... Жмёшь... А... Циферки... Один, два, три... И разные ещё другие кнопочки... Так, заходим к Лейзеру... О! Как jeu? ... Лейзеру... Топ... Лейзер... Лейзера... Лейзера... Так, 1-0 и лейзер ведет, говорит Эмил. Спасибо ему. Не первая уже игра. Дальше там против ДНС будет битва. Ну что, поехали. Так, Игорь Дуб, спасибо тебе большое. Я вижу, на PayPal 5 евро приходят. Крутой стрим с душой. Спасибо, спасибо тебе. Стараюсь уже, ну, весь день стрим идет. Приходи завтра. Приходите все завтра, ребят. Завтра у нас начало, опять же, в 13.00, но навряд ли я, конечно, завтра начну с ФПД. Хотя посмотрим, я завтра провожать Дашу Машу буду. Нет, бабушки поедут, вот, в 10 утра. Может быть, если высплюсь и приду, как бы. Вопрос в другом. Смогу ли я играть? Вопрос в другом еще в том, что, помимо там, ФП, это вообще второстепенное. Завтра будет очень долгий день, такой же, как сегодня, наверное, а может быть, даже подольше. Хотя, не хотел бы, конечно, чтобы дольше было, что-то много сегодня уже всего. Вот. Завтра будет биться у нас в 13.00 начнется вторая квалификация уже днем, поэтому я не разрешаю завтра доиграть, собственно говоря. Привет, Рипли. И завтра еще будет у нас продолжение Бобра Лиги. В 18.00 я назначил, как бы, продолжение. Почему? Потому что я думаю, с часа до 6 должно все кончиться, на самом деле. Бобра Лиги. Вот. Ну и завтра на Бобра Лиги, соответственно, я не знаю, а там, в общем-то, если даже не кончится отборочный, то есть я за нашими посмотрю, а дальше уже пообставить. Так. Три гейтазилки от Харстом вон дает. Смотрите, какой билд интересный. Мрак атакует улей. Игра приостановлена. Харстом грейт, не волнуйся, это макро. То есть, говорит, я 6-3 учил. 6-3 учил, делаю, хватит, все окей. Так и есть, никто не врет. Игра возобновлена. Вот. Не договорил, правда, про Лигу. Ну, если к 6-ти он в Торе не кончится, то тормознем. Главное, чтобы наших там не оставалось. Ну, и кто бы в Лиге участвовал. Хотя, вполне возможно, что будет доигрывать еще. Ну, будем пары запиливать. По-любому, какие-то пары будут там, которые могут сыграть. Вот. Так, три зелка, пилончик ставят здесь у нас. Харстом, зачем он пилончик? Отменяет хату в итоге лейзер. Три роучи заказаны. Королева здесь есть. Зелки на ХГ заходят. Королева встречает. Одна всего королева. Лейзер видит, идет вперед, видит роу... О, Харстом, простите, видит, идет вперед. Отходит назад. Ну, кстати, роучами можно в ревыжжок заморфиться сейчас будет, так я понимаю. Мазеркор, вылетает. Нужно пилон в бомбе сейчас попытаться. Мазеркор рядом. И, кстати, роучем сейчас не поздоровится, я вам скажу. Как дело, как еще чек-то. Добро. Проблема у лейзера, проблема. Ты роучи потерял, а не нужно было терять на самом деле. Сталкеры пошли. Хата в очередной раз изменяется. Есть один ревыжер, есть две королевы, есть роучи. Пилон будет выбиваться. И хату заново и лейзер будет запиливать вроде. Короче, завтра два матча одной восьмой еще на вебролиге. Одна, одна четвертая сыграна. С Теренвиком сыграли Стрэнш уже в полуфинале. То есть три матча одной и четвертой будет. Это уже пять, бо три. Два полуфинала. Матч за третий финал. Еще три, бо ты восемь, бо три. Одно, бо пять. Да, завтра очень много всего будет. Короче, это долго будет. Ну а вечером там все подряд будет идти, поэтому я думаю, что нормально. До двенадцати где-нибудь уложимся. До часа. Так, что-то роучи тут реводжеры зашли. Бомбят неслабо на самом деле. Харстом, а тут роучи реводжерами своими лейзерами. Нужно отступить. Харстом реводжеров укусит. Понимаешь, что за райкой очень юнит. Так, чуть на фаербол не попал. Чуть не считается, не попал. Так, кто здесь у нас лежит? Чайлик, это ты? Извини, братан. Я работаю пока, подожди. Поздно гулял бы. Ну что, падает гейту. Здесь все-таки справляется лейзер с выбиванием гейтов. Ну, Харстом уже и Мортал приходит. Харстом уже Нексус добывается. Какое-то чудо-стратегии. Еще и Харстом здесь выходит в макро. И Морталы все новое и новое вперед идут. Есть уже Сентря. У Зерга определенно проблема. У Зерга даже... Просто уже и Нексус, и никакие технологии. И Морталы это хорошая технология. У Зерга еще даже лейр не закапан. Морталы... 3 реводзера попадают под удар Фингт обновляет Харстом Минус реводзера сейчас Кажется Харстом затрепал здесь Лейзера и это очень печально Для Лейзера по ходу дела Потому что он говорил Что у него все окей Я играю в Улына А Харстом выводит свою победу Две королевы заходят Минус королева Овер залетает Минус овер Ошибки от Харстом Ужасные сейчас идут Смотрите на потери 800 на 1800 А сейчас ошибка от Харстом От самого последует Сн3 на халяву Отдает 4 штуки Потери уже почти сравнялись Сразу же с потерей 4 сентрей Конечно такие дорогущие юниты По 150 каждый Полетели Иммортал с призма Харст Третий нету уже у Харстома идет Понял Лейзер что призма шатать летит Королеву забирает Эмморталами Харстом Здесь назад ушел Сейчас линги забегали Выбивает Лейзер Здесь все Застроечку В конце-то концов И Лейзер заказывает И строит рабочих С макро Переходит Я вот честно С такой уже состоянием Убитым Я что-то вообще Ну нет Все понятно То есть Череда взаимных ошибок Была естественно Вот И не получилось Харстому пробить И Лейзер не получилось Как-то Вот атаковать Вначале Что в итоге Это еще Тяжная игра Будет что ли Очень смахивает На такой расклад Хотя вроде У Харстома Все замечательно Здесь ему бы Войти бы Как-то добить Оппонента И Морталов Много есть Но у него нету Твайлайта У него нет технологий Твайлайтовских Вот сейчас Фаржа добавляется Вот сейчас Поехал был бы Твайлайт Блин бы ему сделать И все Можно царить Идти Но блинка не было Линги Сталкерами Ну уснули Но за это Все линги Будут уничтожены Не все Два мобильных Линга Оббегают Здесь зилук Стоит Чего охраняет Здесь Обход есть Вообще Так Ну и Морталов Я так понимаю Уже Да Пять и шестой Строятся Штучек Два мобильных Ну что, падают фаерболы Харстон ходит Пытает что-то сделать Но вот без блинка, без этих технологий Вот он зря сюда полез Опять же, посмотрите У Элэйзера вроде такой корявенький микс Но стандартные роучи реводжеры Ничего, в принципе, сверхъестественного Но миллиард фаерболов Позиция великолепна В итоге ничего не сделать Да даже здесь, наверное, не блинк Ему вот сейчас бы вообще Чарж бы до плюс архонов бы сюда добавить Вообще оклик бы был тогда С таким количеством имморталов В итоге не блинка, не чаржа нет Элэйзер сам вперед уже идет И Элэйзер из такой ситуации еще оживил В итоге И мутка, кстати, мутка-то сейчас расшатает Будь добр, на самом деле Хотя сталкеры есть И влог может сейчас Харстон развалить Попытаться Элэйзера Ну тут, посмотрите Здесь лимит 120, боевый здесь 80 Забегание на лингов идет Причем здесь вот только сейчас Гейтон прикрывает свой проход Мутка врывается на мейн Мутка начинает шатать Харстон очень жестко Элэйзера Ну пожалуйста, к мутке не готов Мутка это всегда в итоге такая Напряжометр Сталкера минусует Элэйзера еще сталкера Еще одного сталкера И дестабилизатора минусует В итоге ситуация замечает Здесь роучи заходят Просто за пару залпов Тех почти роучи не становится И морталами Харстон развалил Отступает назад Контроль демонстрирует Хороший 160 на 140 И кстати Харстон идет вперед сейчас В итоге мутка не успевает Или успевает Успевает мутка сюда подтянуться По воздуху убить нечем Воздух сейчас Разваливаются все имморталы Разваливаются Все, что их прикрывало Там сентрифтики, адепты Только одни сталкеры Фактически остаются Муталиски неплохо здесь наваливают Под фаерболами Что-то тут Харстон гуляет Сейчас нелепо как-то Треводжеры прям тоже тут Кончаются понемножку Линги по грейдам нулевые Вообще нули у Харстона Просто нули У Харстона тоже, правда, только одна атака Вторая делается Сталкерами отступая дальше 130 на 80 по лимиту Но тут больше надо сталкеров Чтобы такое переконтролить Здесь и фаерболы Здесь и бинги и мутка есть И сталкерами непонятно Они то одних атакуют То других милитов В итоге все регенится Все идет вперед Ну должно что-то Если чтобы сталкеры эффективно С муталисками дрались Нужно чтобы против вот этого Что-то дралось Типа адептов сентриами Отминковало хотя бы А одни сталкеры Они не могут победить Разношерстный микс Здесь только их нету Гигантского количества То есть крит масса Где просто ты блинкаешь Блинкаешь и оппонент армия Просто погибает на глазах То бишь тупо крит масса Ну что Так Тефель и оппонент не появился Еще Харстом эл прошу Так Харстом элэйзер Элэйзер победил Элэйзер с ДНСом будет биться Между прочим Сейчас Ну что за элэйзером следим Очередной процесс будет Мне кажется Хотя ХЗ ДНС порогрессирует В последнее время Мне кажется Послабее Чем он Чем Харстом Будет Фуф 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 Слабо Фуф 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 что там у нас с сеткой ну что и лазер dns снизу ничего не понятно но там и термала сдастся в итоге в итоге Продолжение следует... Ну что? Ну, посидим, подождём немножечко, конечно. Ну, я думаю, если я и буду сейчас стремить, то, наверное, последний обо 3 буду стремить. Что-то я подустал уже реально больше 12,5 часов прям идёт, мне уже язык заговаривается. Может вообще сейчас закругляться? Так. 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 ДНС. А вот. ДНС и лейзер. Отлично. У меня нету ДНС. У меня нету ДНС. Ладно, пожалуй, я по ходу дома останусь здесь и буду ночевать здесь, а потом уже с утра. так. Продолжение следует... 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 самый такой распространенный вид стенки здесь так, находит здесь оверов в DNS всех пока читает билд вообще жестко нет, никто никуда не снялся видимо, ошиблись там режим такой, я уже обычно сплю в это время ну да, вот сейчас обычно лежу ну недолго тут осталось максимум еще, я думаю ну часок максимум хотя я не знаю, даже выдержали часок вот я сейчас, соответственно если сейчас DNS выиграет ну, кто-нибудь здесь, конечно, выиграет сейчас обязательно посмотрим с Марин Лордом мы, наверное, этот матч а там вот, если нижняя сетка будет задерживаться за квоту я уже там забью, наверное, спать пойду завтра обещался Блай играть на данном турнире Стрэнджа я спрашивал, говорил, чтоб он играл потому что, ну, хоть и на дорогу, может, у него не будет средств там, да ну, может быть, кто-нибудь поможет, как обычно если плоду получит из наших там скинет все ему плюс Стрэндж говорит, что у него вообще-то лан саппорта нету в каскаде Ролуна я написал он говорит, что есть не знаю, в чем прикол, собственно говоря сейчас трэндж можно больше, но у Малана едет чтобы Левел еще вырос, конечно ну, что призма от DNS летит вперед здесь архончики сливаются экономика хорошая, в принципе, гриппют интересно здесь все наставлено проход вон где так, звуки тут бешенства просто у них случилось линги бегают, звуки в ярости просто хотят их уничтожать прыгают Мазершип строит DNS спалил это просто не дал бы забежать наверх, чем чем Мазершип они в итоге спали Мазершип сейчас будет скоро, но у DNS микс на самом деле фейловые именно зелков слишком много они уже хотя они да не, не так уж много еще и лимита 33 боевого можно заполнить сюда, в принципе, нормальная будет микс не успел ты а то что-то тяжко усталость я уже так как как чисто робот работала на робот еще семьсот человек а я даже расслабился тишки уже как сам смотрю за компанию с вами так всегда собственно и происходят но сейчас как-то особенно ярко выражен у меня что я кто больше сам смотрю чем говорить мне уже в лом говорить честно за весь день наговорился уже конкретно по минимуму короче буду ну что лингис кушали адептов по грейдам на самом деле для пробца если не провал то не очень хорошо я бы сказал почему потому что 223 куча с 23 будет у лейзера а у днс только две атаки на землю на воздух делается и грелок добавлять такой армадная уже тема поперла здесь кстати говоря ну по земля пункт вращение особо грязи на 10 минус безусловно так одинокий волк брудлорд летит поплеваться в мейн процессе начинает он это делать караптер говорит мы тебе поможем ну вот кстати неправильно абсолютно неправильно делает лейзер вот так вот караптерами почему потому что всеми взял на одну пилон ты возьми по два раз два три гейта они начнут лить и все разогреются эффективность будет намного выше так здесь грелкина караптеры разорванных площадь беда полная здесь мазеркор мазершип прилетает не спасает инвизм кстати сейчас уолингов шторм разрыв какой-то лингов идет днс все здесь развалил бруда развалил полиамиду в плюсе кстати неплохо днс отыгрывает но в это время лейзер прибежал и развел убив нецус зато до вар пойдет потери давайте емае какие потери совсем не в пользу днс потери архонов добавляется много ну да даже третью атаку днс не делает вот в чем фейл 4 мортва есть по земле не слабо здесь и по воздуху не слабо 200 лимита днс а шторм есть пора идти вперед и ставить точку этой игре иначе здесь уже просто вторая атака воздушная там 33 по земле и сейчас так мазеркор мазершип тут стреляет смотрю так штормы по бэйнам пошли караптеры подлетают их разрывает сразу пошел разогрев сзади темписты здесь штормомиги прихочется шторма я много не наблюдаю сплит грелок нулевый просто сплит отсутствует я бы сказал у днс в итоге грелки тут как-то подразвалились хотя нет на краснющем хп но выжили и просто все развалили в итоге еще и мазеркор красный все красное сталкеров до вар пойдут днс приходит и просто зерго здесь вообще разваливают мясо посмотрите на потери 10к на 22 в итоге потери мазершип притягивает есть чем сбить то его вообще сбить есть по караптеру стрелял караптер разваливал в итоге не развалил опять зеленка на грелоку ставится и на темписта и грелки наваливают 25-14 в конце 1-0 днс в итоге какой кофе юс я стал сегодня в 7 потом лег на час маша играла с мячиком с чарлик гремела дверью там я три раза два раза просыпался за за час двадцать который хотел поспать короче часов 6 сегодня с лишним проспал с перелом плюс уже стрим идет 13 часов через 20 минут будет никаких кофе уже спать скоро нам теперь дотягиваем просто до финальной битвы и все и все и 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 хрена бомбокс, там ман все развалил, всех что-то на раз... А, нет, оптимус... А, оптимус... Нет, там сетка не обновлена. Кстати, там оптимус уже... Хрена, все оптимус, который Блай, между прочим, сегодня развалил. Я думал, что это случайность. Ни хрена, оптимус вот уже с Ютермалом бьется, между прочим. И эта стадия более поздняя, чем мы смотрим оптимус против Ютермала. Хотя Ютермал вообще сказал, что отказывается, сдается он не будет сегодня дальше играть. Устал, типа. Так что оптимус вообще уже здесь получается. А у нас Марин Лорд будет сейчас скоро. ГЛХФ пишет Элэйзер, ГГЛ пишет ДНС. Кстати, ДНС будет играть, если победит с Марин Лордом, с которым они мутили очки на ВЦС и потом как бы забанили нахрен за их муток два брата-акробата короче, будут друг с другом биться. Ну да, Грэйды 2.0 были. Ну а чё 2.0 слабые игры ИД, что ли? Сильные игры ИД. С сильными 2.0 пришёл просто. Почему сильные пришёл? Мазершип прилетел и не видно ничего. А Элэйзер просто не готов. Чё-то бегал туда-сюда. Знаешь, там самолёты летают. Это у него только милижные игры, да? Нет, дрога, ДНС не стримил. Это тоже неправ. Мазершип частенько, на самом деле, в последнее время бывает. Ну что, мешает пробку ИДНС-3-й Нексус запилить? ЦЦ, хату, ЦЦ, хату всё перебрал. Нексус пилон поставил сюда. Здесь линги есть. Линги быстро выбег пилон. Элэйзер золото. Раскачь здесь тоже. Уже раскачано. Стеночки пока нет. Тут таргейт есть. Так, два линговцы спокойно всё забегают. Маглый лейзер. Чуть пробочку ещё не сгрыз, но ДНС законтролил. Молодец. Так, здесь две пробочки был потерь. Здесь отмена на пятьдесят была. Товар по адепте. Шесть адептов Оракула со стороны ДНС. Чё это двигается вперёд сейчас? Смотрите, Оракула. Мне плохо сейчас к лейзеру Оракула прилетает. Ножок будь здоров. Восемь дронов минус ну сейчас. ДНС оппоненту своему. Адепта заходит на третью, а здесь вообще нету. Телепорт куда идёт? А зачем оттелепортнулся-то вообще? Чуть не понял. Оракула всё-таки падает. Адепты криво врываются. Вот сейчас с адептами можно было бы, если бы не оттелепортнулся тогда, вот сюда пришёл, но видишь, здесь ничего нет. Зачем сюда оттелепортировался? Просто телепортнулся, дронов начали уезжать, гонялся бы за ним сюда, бы люди пускал бы, да и всё, уже на отход или на вторую. Вообще бы идеально расшатывать можно было бы. Здесь линги вырываются третьим. Ну у них всё-таки есть адепт, три адепт-ристалки. Еле-еле зайвок выдержал. Грелка минус нул овер, по-моему, летал, побоялся, что бэрингов дроп здесь, ДНС, я так понял. Отбил. Два роба пошло, ситуация-то для ДНС вообще замечательная складывается. Так, здесь что-то дистанц майнинг уже пошёл, ДНС идёт вперёд. На халяву пытаются ворваться Элэзер. Есть три адепта, да, варп прям на халяву не получается, уж телепорт домой делается. А здесь ещё нет, сейчас не готов, какой телепорт? Так, ДНС возвращает только... Только Оракула возвращает, он сейчас домой. Потерял... Ё-моё, рабочих оттерял сейчас всех рабочих на третий базе. Ещё бэринг-дроп, только что штук, наверное, до больше десяти было рабочих сейчас уничтожено. Телепорт домой надо сделать. 17, вот это да. Пусть на ровном месте переворот сейчас со стороны Элэзера. Могло бы быть всё замечательно, а в итоге всё так себе. Здесь и Twilight и фаржа есть, но ничего не заказано. Ну, по базам-то одинаково. И мод был, в принципе, строился. Всё, ДНС ещё и всё нормально пока. Можно либо чаш, либо блин делать. Наверное, второе надо делать, потому что под такой микс чаш слишком уязвимо отмутки будет. Зато с другой стороны чаржа можно Архона сюда надобавлять. Два бэйна в наглую сейчас качать. Просто хорошая реакция от ДНС. Су-3, Су-2. Дайды делаются у Элэзера. В куготе есть и рейнжовая атака делается у ДНС. Первая обычная пробцевская атака стандартно. Так, уверчаж запилин. На поля у пробок. Нормально, чтоб, наверное, 6 элэзеров в данном эпизоде Элэзер. А ДНС вперёд выдвигается опять, причём без призма, что самое интересное. Не понимаю, как он так вот нагло бегает постоянно. Можно ведь развалиться просто сейчас и всё. Пошёл замес. Вкатывается Элэзер. Куда ДНС вывозь, просто, сейчас? Есть до варпа, линия эксуса есть. Зачем сюда идти? Так, бейлинги здесь скатываются от Элэзера. Короче, везде, по всем фронтам, у ДНС проблема. И кажется, Элэзер идёт вперёд. И кажется, это вообще 1-1. Компин Ни 2-1 3-2 4-1 5-2 6-1 6-1 7-1 9-1 9-0 9-1 9-1 9-1 8-1 9-1 9-0 Ну что, пока ДНС держится Но тут ядра на рампу пришла Моментально пилоны с рампы Собирается с двух сторон Лазер принимать с ДНС И принимает с двух сторон На свои джерампич уже и кидры Что ты будешь делать? ГГ, ДНСа пригорнула Маленько через Не то, что пригорнула, но там Нервно выходил Через паузу нажал случайно Третью решающую ждем Третью решающую ждем Третью решающую ждем Продолжение следует... Так... Так, кто-то там сдался, я не понял... Так... Термалу продвинут, в итоге не продвинут, что-то термалу тут... Ну что, один-один... Лазер ДНС... Храм во льдах, ну что, здесь гейт снизу от ДНС... В разведку идёт... На каком ещё турнире стали... Всякое бывало... Всякое бывало... Всяка до immersion. Опять же, здесь стенки какие-то получаются такие, что вокруг пилона не обойти Вот, и это очень печальная ситуация, если честно Для стенки, для такой В этот раз, посмотрите, ДНС принял решение не через Таргит играть Ну, мы в одежде, что разные, по-разному может сыграть Но Лазера третья хатка достаточно ранняя Поясница, поясница, нормально, поясница поддерживается 13 часов просто стримить не надо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ребят, всё Я здесь возвращаюсь к вам, что-то, блин, подзавис Здесь у нас Линго Беллинги от Элайзера Очень любят в последнее время такой стиль Это не Улын, но учитывая то, что у ДНС просто адепты со скоростью атаки Решение, по-моему, вполне себе логичное Плюс Гейта, Гейтов, здесь 4 Гейта Видит Элайзер, прекрасно адептов Плюс 1 на воздух И 2 Астер Гейта, переход Фениксов идёт Можно было врубить сейчас Оверчашный пилон И принять, например, этого овера Где-то 3-й Нексус ДНС ставит И адептов оставил здесь на 3-м Нексусе как раз-таки Ну что, адепты в тему здесь Лингом не забирают Держать здесь в это время дропчик Линго Беллингов идут, дропчики Так, овера принимает в итоге всё-таки ДНС здесь Ну, кстати, хорошо сконтролил Вообще 0 потерь, посмотрите Ни одного рабочего не потерял на этих урывах Продолжается добыча 3-й Нексус почти готов По лимиту вообще одинаково 75-74 Ну и учитывая то, что 3-3 базы Мне, как видится У ДНС здесь есть определённое преимущество Тейлэзер заказывается Тут ещё абсолютно ничего непонятного Так, в общем, у меня всё равно Так, здесь линга бейлинги По всем направлениям присутствуют Филды хорошие, очень хорошие Филды были Фениксами надо поймать бейнов Обязательно Нидус прям на мейн пошел Элейзер что-то не выдержал Решил вообще за Нидусить, заулынить тут в этой игре Врываются линги На третью базу Куда Феникс-то полетели? Линги на халяву начинают грызть Кровки падают, что происходит? Приходят Феникс И королева поднимается Вся армия ДНС сюда подходит Королевы все в воздухе Заново поднимать, там трансфюзы идут Куда возможно вообще Мазеркор уничтожен, насколько я понимаю Хрена тут зерга вылезла Армия пробца пройти не может Неэффективно дерется Здесь ДНС и лейзер разваливает За охренеть, как он подрался Сейчас провальник Ну да Это ГГ 50 на 107 Причем линги ворвались на третьем Нексус и рабов сгрызли Второй Нексус сгрызли Короче здесь ДНС Вот сейчас нужно было частью отбить Обязательно Мазеркору Морчаж поставить Нексус в третьем И здесь что-то осталось И здесь правильно ворвался Отбивался Но Мазеркор погиб В итоге на пилон На нижний Нечего было выстрелить ГГ пищит ДНС Хороший лейзер И лейзер против Майлен Горда Сейчас я так понимаю будет Хороший лейзер Ну сейчас лейзер против Майлен Горда Надо зайти Я так подозреваю глянуть И понемножку закругляться уже Наверное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Так, просит сплетануться между Ютермалом Тефелем и Марин Лордом. И Лейзером. Ну, я Марин Лорда и Лейзера запилю потом. Я думаю, спать пойду уже. Уже парад, на самом деле. Ну, ладно. Нужно проявлять выдержку. Ну, ладно. 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 Так кто-нибудь напишет искусственный интеллект какого-нибудь бота, который будет здесь сидеть, спрашивать, когда игры, в игры сам заходить, какие нужно. Тогда я тогда вообще, наверное, стримить не буду. Ну, то есть я буду, точнее, стрим будет 2-4 часа в сутки идти просто. Я иногда буду приходить, что-то комментировать, а так остальное все без комментов будет идти просто. В принципе, хотя если такой бот будет, можно и комментировать. Я думаю, научиться будет без проблем. Ну, ладно. Продолжаем. 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 Только банка и спасает с компотом Ху, прикази завтра Завтра и ставочки Скорее всего будут на Бобра Лигу дана Отборочные мышки Решающие матчи Да последняя игра на сегодня Я не буду там достримливать до конца Элэйзер против Эмлорда Все, я уже выдохся на самом деле Уже 14-й час стрима начался Ну до рекорда Еще порядочно сидеть Мы очень долго стрим Сюда сегодня Гугл Баба Ну только Яндекс Баба Есть тут А что, кстати, прикольно Оставить, допустим Ну такую программку Бот, да, которая показывала Что происходит Без моих комментариев А люди бы донатили Яндекс Бабе Она бы говорила Кто что хочет Закомментировать Чего, вообще нефтяк Меня нет А бабусики просто Летят Ну что, прилетает Эмлор Начинает тут Харас Пока я осуждаю О какой-то халяве адской Ничего пока, рипер Не убийцайте Гранат накидал Настрелял Но ничего не убил Вообще Так, два газа На второй Кажется, Элэзер Тоже не хочет Долго слишком играть Но я не думаю Что это будет У нас Нидус Хотя Элэзер Иногда практикуют Нидус Запили Нидус Мне запили Что это будет Так, здесь у нас лейзер камни в итоге проглезает, чуть-чуть осталось, падает камни, рипер летает не нинус, это спайр в итоге, рипера минус мусульки, третья хатка будет, должна третья, да, уже запиливается третья, не самая, можно было заранее немножечко дрона вывести пораньше. А рингур тем временем летит одним танком, но я думаю, что много не нас карасит, в линге с мулом давным-давно, плюс уже муталиски очень скоро будут готовы, относительно скоро, сейчас спайр сначала достроится. Есть циклоны Либератора, третья цешечка блокирует рамку, сейчас еще несколько декушек и рамку заблочит свою Марин Лорд. Ну, третью он никак отменить не может, что он делать здесь не может, понимает тайминг спайра и уводит сейчас медиваг, чтобы не сбили. Так, сесть нормально, так очень неудобно. Полетал DC лейзер, муталисками прохарасил, Марин Лорду камни сам заваливает сейчас, а зачем? Хочется чем-то, чтобы Марин Лорд за камнями сидел. Пролетает, муталиска, карайся лучше, газ. Нужечко лейзер, за этот циклон муталисками уснул. Так, играет в милишные игры, да и сейчас у лейзера пробивает камни, четвертую здесь будет ставить явно, можно было бы огромное заранее вывести. Все-таки сбривает лейзер Марин Лорду газ, здесь ловеркрипом блочил третью цешку, вот сейчас она поэтому висит. Камни лейзер наконец-то прогрызает. Чуть-чуть отсутствуют звуки разваливающихся камень, камни всякие. Хрен знает, не понял, наверное, тебя, о чем прикол. Смуталиска еще харасит, все еще продолжает летать. 1-1, Марин Лорд готов, тайминг. Армори практически идеальные, нужно заказывать 2-2 сейчас будет. В это время и лейзер грызет, тут что-то все направления, а Марин Лорд не реагирует. Ну что, камни пробиты Марин Лорд сейчас. У лейзера много достаточно лимита, 151-121, в плюсе, на двадцатку боевой, кстати, в плюсе, на десятку рабочую, на тридцатку в плюсе. Ну по грейдам, здесь 1-1, у лейзера 2-2 не заказано, в отличие от Марин Лорд, у которого 2-2 заказано, какие-то выходы тут странное дело, без щитов абсолютно. В это время хорошее очень забегание идет, эффективно реально тут падают марики, они без щитов. В общем, минеральную линию рабочие вынуждены кататься, но вот новейшие мулы выжили, кроме одного, один падает. Можно еще одного зафокусить. Еще одного зафокусить не получилось. Ну если это 119-149, в итоге по лимиту. Так, прилетает муталиски. Такой стек, ты чего, лейзер? Как это Тор вообще? Посмотрите, чего Тор сотворил. Мутка живет, конечно, но сколько дэмэджа было? 149-124 по лимиту. И лейзер-то хорош, очень четко отыгрывая. Здесь инъекции пошли, пытается расшатать Малингорода, но пока не получается. Пятую лейзер ставит. В это время забегания идет мутка линго-беллинга, пытается зашатать лейзер. Чего-то ничего не получается. Так, Либератора ошибочно вперед сломились. Минус Либератор, линго-беллинга заходит, здесь Торчик. Опять же может с флешевом навалить сейчас. С стейки муталиском. Плюс и по лингам может нормально. Набомбить хайфу и лейзера. Муталиска, кстати, добавляет. Гриды не добавляет. А на мейнврыв пойдет, куретка падает. Щиты отменены вот от фэйла. Вот это дикий фэйл на самом деле от Малингорода. Он в такой стадии. На 11-й минуте щиты ему отменили. Малингород. Ну, для лейзера замечательная ситуация. Врыв опять на треть идет. Пытается разводить 10 лейзеров. 144-122. Муталиски на Мариков. Тут не надо на Мариков агриться. Либератор минус. Танчик минус. Мулы новейшие минус. Две штуки. Великолепный лейзер. Просто пока вообще замечательно отыгрывает. Не дают шансов вообще оппоненту своему. Вот пошел Малингород вперед квадро. Вот уже есть отчаяние какое-то. Хотя, если вот сейчас мута стэк бы вообще сюда на отклики пришел и марики, например, его развалили. Могло бы быть печально очень. Так, здесь трансфюзеры идут. Еще 8 муталисков троица. Линги, Бейлинги с муму уже. 2-2 есть у Малинлорда. У Элейзера тоже 2-2 доделали с Грейдри сейчас. Пошел на лом. Мута стэк просто гигантский сейчас. Еще бы стэк бы взлетел бы. Элейзер был бы молодцом. Немножечко хотя бы. Здесь трансфюзеры. Элейнги выходят новыми, вместе с королевами оббивают. Это все. А и лейзер фонтор забегания делает. И гей пишет. Малинлорд 1-0. Хорошая игра. По привычке хотел я на стуле откинуться назад. Но я же его зафиксировал. Хороший лейзер. Силен. Так. Ифилью термал там у нас бьется. Ну что, все вроде в игре Сумеречные башни, вторая карта Я уже клюю, сижу носом Ну все, чуточка осталась Чуточек Так, 1-0 лейзер И Сумеречные башни Если лейзер победит, то будет биться с победителем Ютермала Тихеля, возможно это два поляка будет Так сказать, зергов там прям миллиард И вообще Ютермал, наверное, возможно и больше и не бьется как бы дальше Если Ютермал действительно как хотел сдался, а не стал биться То если Малин Лорд отдастся сейчас И Ютермал тех победу отдал Оппоненту своему Ушел, то тогда получается у нас останется просто два зерга и три зерга сегодня пройдут квалификация Все три кота зерги возьмут Так, Малин Лорд решил, что хватит это терпеть Это прокси рипер с одного барака Посмотрим, что это будет Заходит перед квипом Малин Лорд сейчас видит прекрасно все происходящее Рипер через 10-8 секунд же полетит Пул через 6 Ну короче, рипер 4 Одновременно рипер с пулом будут готовы Линги будут заказаны Сейчас, естественно, плюс королева заказаны Линги Здесь КСМ-ка отгоняется На второй королеву еще не запилена в итоге Так, и плёточку, кажется Ставят здесь эвейзов Ну что, пока терпит здесь эвейзер Че погибло? Дрон успел когда-то там уже взорвать Ну плётку будет отменять? Нет, не отменяет эвейзер Плётку перекапывает Вперед понимает здесь эвейзер Риперы не одна штука А прокси барахнул по таймингу Невозможно он думал, что Что не один может быть барахтись вообще А пару Факта дома Третья СС-шка вообще нагло действует Очень нагло действует Мариен Рот Что, риперы тут криптуморы выбивают Сейчас линги смоун, кстати, будут готовы уже Все, он готов и Еще риперами нужно уйти Попытаться отсюда Но риперы уйдут, кстати Спокойно уходят Хорошо, Мариен Лорд Гранатами откидываясь отступает Но эвейзер пытается Вот он Видит, где риперы летают Нужно окружить их, попробовать Что эвейзера собирается сделать Не так Это просто выходит, сделали Ушел Мариен Лорд на мейн Смотрите Ну что, здесь лейер Третья хата 28-33 параонг То Мариен Лорда получит Мигер сначала В этой игре Нет, лингами Отдельно-то риперев было не окружить А рипера Гиллионов-то и подавно Опа, на Посмотрите-ка Мариен Лорд в рейндж Либератором играет На этой карте Забудить решил Третья ЦСшка Уже забудить решил А тут лейер И немножечко Нидуса Немножечко Нидуса Забудить Будет Скухлой Вот она сейчас Что ли, да? Сканет элейзер Марин Лорд Простите Видит, что элейзер Попер сейчас Нидус пошел Здесь два Либератора Ё-моё А как на двух Либераторов Нидусом выйти Объясните мне Пожалуйста Они раскладываются Сейчас Ну не вместе Кстати говоря Но постоянно В рейнже Либератора Будут Нидус Это 1-1 Просто Гравом Погравом Вообще Просто Разорвало Там Сетки нет На твиче Ребята Я хорош Ошибка Какая-то произошла Не надо Нам ошибок Третью решающую Сейчас посмотрим Что-то у меня Нидус Водушевил Что нет Не будет Все Мертвое Долго Но как Нидус Вообще Расстреляли Там Продолжение следует Продолжение следует... Так, все в игре вроде. Что-то пока не начинается. Ну все, наконец-то. Продолжение следует... Ну что, ГЛКФ, поехали! Третья решающая и последняя на сегодня игра. Заход у него стримить 2 часа. Ну 13 с половиной часов на данный момент стрим идет. Достаточно, я думаю. Не будем 14 превышать сегодня. Главное не накаркать, чтобы сейчас игра какая-нибудь адски долгая не была. Ютермал все-таки решил, что поиграет сегодня и выиграл, я смотрю, Тифеля. Но я уж извиняюсь, вы досмотрите Ютермалы, я думаю, сами. Потому что я просто не могу уже через силу. Субтитры сделал DimaTorzok. Как-то макро получше недусового лейзера получалось. Ну а здесь посмотрите-ка. Мариинворд не стал мудрить и решил сыграть. Решил риперочков сыграть не мудрить здесь с трех бараков. Ну а от риперов много зависит. Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, Лингов заминусовал, Малин Лорд. Есть уже рвучий реведжер у Лейзера, то есть он готов флиперов уже встретить сейчас был. Сейчас еще реведжеры делаются, ну с реведжерами от обороны от риперов не то что легко, но проще гораздо становится за счет рейнджа, они начинают выкуривать этих юнитеров. Скриптумеру нужно доделаться, дать. Так, третий реведжер, Паш, нужно ХГ заходить. Гранатку на рам, попытка забрать королеву, уворачивается сейчас очень грамотная Лейзера. Гранат риперов. Ну на крипе нужно грамотно смещаться сейчас. Вот в чем плюс рипера. Память есть, запомнил где криптумер прилетел. Граната криптумеру говорит, держи. Криптумер их не держит. Не выдерживает, точнее. Еще один реведжер делает, зачем счет один. Фаербул, ну видимо, чтобы полегче отгонять было. Ну по лимиту вклюсе парабам, вклюсе лейзер, собственно говоря. Здесь уже третий СС-шка пошла в Маринворде. Сколько он риперов? Какой он переход-то будет делать? Тринадцать риперов? Тут уже пора сейчас переход делать. Как-то лейер пошел. А лейер-то для чего? Ну против вот этого Нидус просто бесполезен. За счет гранаток он просто будет заваншочен, когда проявляться будет. А здесь два Старфорта, подозрительно. Уж не Либератор или Банше, это вот Маринлорда. Надеюсь, что нет, потому что это может затянуться, ну очень надолго в итоге. Так что реводеры все больше и больше. Можно вот сюда вот Нидус было бы выпилить, на самом деле. И все-таки эффективно было бы. Нет, просто муфроучер реводером пошел. Третью хатку не может лейзер показывать. Фаерболчики падают, один фаербол может много сразу рейперов минуснуть, несколько штук. Ой, как риперы сейчас запрыгивают на мейн. Казалось бы, тут вроде как гранат накидал Маринлорд. Но и лейзер легко сейчас все это принимает дело. Достаточно. Минус риперы, посмотрите на лимиты, чуть ли не двукратное преимущество сейчас и лейзера. И он идет вперед в улын. Крипер минус разворачивает, здесь банша выдвигается, но что может сделать банша против... Ёмор, сколько лимита здесь. Начинает Маринлорд контроль и дейди уже вперед у лейзера. Этого улын все равно уже понятно. Два реводера тупо даже не дойдут сюда. А вот это неприятно, я бы сказал. Фаерболы на бункер сразу же кидает. Вторая банша приходит. Лейзер, кажется, приходит. Кажется, не слабо. Он здесь наваливает вроде как рабочим всем и бункеру. Бункер падает. Три минки нужно подрезать. Минка делает залп. Залп дэмэж намного наносит. Три банши уже здесь разваливают. Экономику и лейзер, конечно, неплохо оппоненту своему убивает. На второй патте вообще все рабочие минусы. На мейн заходить обязательно сейчас. Еще рабочих успевать развалить. Маринлорд контроль. Здесь живительные три цсшки, конечно, которые просто невероятную экономику дают. Но обязательно нужно больше убить. 25-40 крипера, а вам вот не катастрофа. Тем более, что здесь двух старпортов делаются банши. По крайней мере, лейзер понял, как к ним подготовиться. Это спайр. Ну что, банши летят вперед. Королевы четыре штучки здесь есть. Спорка. Перекупцы пайр ставятся. Оверсир есть. Куда? На мейн залетает. Маринлорд. Нет, на третью шатает пытается. Врыв на мейн идет. Королеву моментально Маринлорд минусует. Спайр еще не готов. Без спайра тяжко очень будет, конечно, убивать все это дело. Оверсир где? Не понимаю, где оверсир. Нужно срочно взять оверсиры. Без него отбить невозможно. Нормально муталисков этих. 42-41 по лимиту. Ну да, посмотрите, крит демеджа абсолютно не нанес сейчас, соответственно, роучер эваджерами. В предыдущем время у нас орлайзер. Парабам уже в плюсе, тиранда и по лимиту в плюсике. Но можно сбить большие, уже проще будет. Здесь уже два ливератора плюс марики. Сейчас их станет. Четыре уже этих ливератора. Ну и лэзер понимает, что глоб не наломится. Муткий мух делается. Муткий грейд на атаку делается. Рабочую еще добавляю. Даже четвертую атаку не наблюдаю. Да, и здесь свитч в воздух идет. Фьюжн-кор. Арморим. Грейды на воздух. Ну таллистки залетают по чуть-чуть тут харасик. Баншап мув заказан. Можно пошатать ими полететь в бой. Так, мутку пытается поймать Марин Лорд и лэзеру. Понимает ли лэзер, что играет его оппонент? Так, я думаю, что уже понял, что здесь мута ливератора. Так, ну на караптеров не встал Марин Лорд наламываться. Правильно решил. Плюс атака. Да, и здесь армор первый воздушный делается. Девяносто три, херно себе, 93 секунды играет одному Баншап делается. Очень один из долгих сам играет его вообще. Почти как первый играет. На технику просто там, армор или атака. Ну что, залетает муха, караптеры, девочки. Караптеры где-то сзади. Караптеры с либераторами бьются. Мариков нужно, караптеров вперед было послать, а сзади муталисков мариками улыбить. Мариков муталисками, точнее. Подземный мух там у лейзера пошел. 106-146 по лимиту. Караптеры здесь в центре летают. Ну что, хорошо отконтроливает Марин Лорд. Стревает всё, муталиски падают. Версиры падают. А ещё мута-то на муве отдаётся. Инфесторы идут, отдаются. Сейчас куда? Один заплутал даже. Так, овер тут пролетает. Их не убить никак. Так вот, по ним стреляет. Заходит Роучи на третьей. Третий готов отбиваться Марин Лорд. Плюс два Старпорт пошло. Ни о каком свитче в Биллу не идёт. Чисто Банши Либераторы. Всё дэмэдженное в хлам. Ничего почему-то ничьи. Очень странное решение, кстати, сейчас. Так, здесь Роучи забегают. Либераторы Караптеров отгоняют. Сейчас всё очень жёстко. Все дэмэджи на один там. Не ушёл уже. Так, тут Канчики идут. Роучи все уничтожены. Марин Лорд молодец. Ну, Марин Лорд молодец был до этого. А сейчас он что-то прям не ахти. Какой молодец. Он что-то переостановил дреды свои на технику. Это может просто не сказаться. Везде какой-то сброд. Ой-ой-ой, как Либераторов сейчас поймал и Лейзер. Я вообще этого не вижу. Смотрите, Караптеры вдвоём, а наваливают что надо. Одна энергии, кстати, не хватило. Обратите сейчас внимание. Ещё Микойзи пошёл. И ещё Микойзи. Ещё есть Микойзи свой Лейзер там, между прочим. 118-153 по лимиту. 15 Караптеров со старым армором уже почти готовым делается. Один-один Рэнджовый. Так, сосечка четвёртую, пытаясь смотреть в занятии, кстати, странно. Почему в этом направлении? Здесь Роу честь тупо не даёт. Вторая так на воздух пошла. Ну как-то пытается, конечно. Везде заползания идут сейчас Роу. Так, первая воздушная атака пошла у Лейзера сейчас. Здесь у нас вторая воздушная делается. Там два армора уже против Либераторов есть. Это очень хорошо. Четыре изначально армора у Караптера. Это серьёзно против Дэнджи. Восемь по воздуху, то есть половину режет. Четвёртую ЦЦ-шку, насколько я видимо, собирается занимать. То есть половина заходит, и Лейзера напрягают. Шесть часов. Но он всё равно в плюсе к правам Караптера залетает. Смотрите. Караптеры неплохо прилетели. Дерутся с Хатой. Здесь 1-1 с двумя арморами Караптера. Но посмотрите, сколько Либераторов. Девять штук вылетает. Только с разных направлений тут принимает бой Лейзер. С воздушными юнитами оппонента. Вот сплит, пожалуйста, и Караптеров так просто не развалить. Роучи Гидра пришла. Сейчас про 70 и про 17. Кажется, Лейзер справляется. Пошёл замес. Сплитятся Караптеры. Прилетают Банши. От Банши нужно сваливать. Здесь маленькие, здесь турецкие. Караптеры падают. Всё падает. По земле тоже может сейчас всё упасть. Эти Банши-то с мувом сейчас с подземным. В смысле с мувом. Хорошая контратака. Смотрите, от Марин Лоза. Ну, пятую минус снёс, но 4-е-то база есть. Ну, сам лишился четвёртый. И, кстати, ресурсов не остаётся вообще. Мейн кончился. Вторая кончилась. И третья почти что кончилась. Хотя нет, здесь одна кучка. 900 минералов. Ну, что ли толку от этой одной кучки? Второй армор там заказано. Лейзер больше градов не делает. Почему-то не знаю. 150-103 по лимиту. Надо дожимать как-то. С королевами, с ровущими, с караптерами вперёд выдвигается сейчас. Нижнюю базу убивает. Сейчас Марин Лорд паншами. Лайдингрейды не успевает. Лейзер даже эскейп нажал. Есть караптеры прилетают. Плюс ровущие, плюс королевы где-то за эти караптеры. На мариках, кстати, и Либераторах отдаются. Нужны трансфюжи срочные. Барак убивает. Мариков принимает, Лейзер. 140 на 70, ребятки. Лейзер побеждает, кажется, Марин Лорда. Это хорошо, потому что с лютермалом он будет биться. Это ТВЗ, оно вы будете в меня смотреть. Мехоза тут наловил. 67 на 146. ГГ пишет, Марин Лорд, ну всё, слава богу. Я уже, ребят, сплю на ходу. Третий час физически не могу отстримить дальше. Кто хочет смотреть, смотрите. Может кто-то из наших там револьвер постримит, не знаю. Ну что, всем спасибо за внимание. Запись выложил. Увидимся завтра.